Всем привет, друзья! Меня зовут Антон Власов. Меня зовут Юрий Хованский, а.к.а. Пес Хулиганский, а.к.а. Переходите, клипы смотрите. Потрясающий клип, впечатляет. Юрий вернулся, камбэкнулся. Вот он, наше всё. И вот он сидит. Трёхчасовые реакты теперь будут у меня на канале с Юрой. Юра решил поднять свою популярность и снимать теперь реакты сам. Ну, если только мне разрешат зрители бухать, тогда я осилю три часа, потому что я вот смотрю иногда ваши, и честно, вот, что я, что все мои кореша, говорят, за один раз их невозможно посмотреть. А снять? Каково снимать? А как тяжело? Три часа-то это уже на, уже, так сказать, на выходе, а... Медведи-то на упряжках просто так-то рождаются, блядь, сами по себе. Это верно, друзья, но сегодня суть в чём? Мы, во-первых, сейчас озвучим одну историю, которую вы прислали нам на прошлом выпуске. Я думал, мы в конце, стоп, чтобы у них был интерес досмотреть до конца. Да, ты хочешь в самом начале? Да, чё? Да, чё? Значит, и так, меня кинула училка, сказала, что если сделаю ей тумбочку и уберусь в классе, то мне поставят пятёрку. Но она этого не сделала, теперь делает вид, что этого не было. Это Антон хотел другую историю про какую-то 83-летнюю бабку, которую кинули на похоронные деньги, но я сказал, что это слишком депрессивно. А вот тут по этой истории я могу разрулить. Я решала тут... Ну, рассказывай, чё бы ты решала. Короче, учителя вам всегда врут, никогда им не верьте, они всегда пиздят. Вот мне, я ходил на субботники до, по-моему, седьмого или восьмого класса. Так, так, так. Потому что говорили, что нужно обязательно ходить на субботники. Мне врали всегда. Поверьте, я вот потом ходил, и вот главное здесь это не вестись. Ты же помнишь, как у нас староста угрожала? Кто не придёт на субботник, где будут из деканата. А чисто, но чуть ли в тот же день. Да, в деканата вы все будете потом придётся отрабатывать в пять раз больше. Главное не вестись. Вам всегда лгут. Они не... у них нет реальных рычагов воздействия, кроме оценок на вас, как бы. Так а делать-то что теперь, чувак? Что делать в таком? Не вестись. Нужно всегда отмазываться. Говорит, вот смотрите, это касается даже не только школьников. Вот если вы, например, работаете, как я. Смотрите, Антона как разводили, например, мы должны снимать, а ему звонят, когда ты работал ещё на нормальной работе, говорят, нужно выйти в своту. Ну да. А он такой, ну а что делать-то, никого больше нет. Работа, работа есть работа. Да, а как делают разумистые, вроде... Как, как, блядь? Они говорят, я сейчас в Великом Новгороде. Я в пятницу вечером, я уехал на последней электричке. Ну ты тогда не нужен будешь и в понедельник, и в автор. Нет, а все остальные дни. Не, я же не знал, что... Мы справимся. Я могу приехать, конечно, но это будет к утру понедельника. Вот сейчас уже последняя электричка уехала. Та-да-да. Все, я сижу, а я даже не в Великом Новгороде, на самом деле. Я под Великим Новгородом. А, то есть ещё доехать до Новгорода? Это нужно ещё. И у нас был один водитель, и он пьяный уже, вот сейчас. Никакая не... Вот эта хуйня... Юра рекомендует быть пиздоболом. Да. Первостатей, на меня так понимаю. Единственный вариант, когда вы должны соглашаться в школе на подобную активность, когда освобождают от уроков. Вот тогда, вот если, например, можно проебать было какую-нибудь нахуй хуйню, типа биологии, и таскать парты, я эти парты таскал со стервенением. Просто я душу вкладывал, я тащил, и чуть ли не плакал от счастья. Господи, как же хорошо, что биологию ебаную, не надо слушать. А, кстати, слушай, биология тоже самое делала. Мусор выносить ходил, доску протянул. Правильно, да. Это можно. Но когда вам что-то обещают, или это, типа, сдай, блядь, на класс, иди проколоти тумбочку. Или самое ужасное, приди в неучебное время, блядь, вот это, никогда не ведитесь, говорите, в это время не могу, бабушка умерла, похороны у нас, блядь. Чувак, чё так, всё, никак, бабушка умерла, хоронят, очень любил её, не приду. Какая жесть, блядь, не, я, сначала ставьте пять, а потом я буду что угодно делать, хотите, аквариум учистить, хотите, буду тумбочки чинить, целый день. Сначала пятёрка в журнал, прям, или карандашом, не точка, ёбаная, которая может в парашу вывалиться. Хуятки, хуятки. Пятёрка. А как мне узнать, что ты меня не кивишь, так никак. Ну вот, друзья, мы дали вам два варианта решения этой ситуации. Если у вас есть ещё интересная история о том, как вас развели, обязательно пишите. Да, мы всё рассмотрим, а теперь уже, я думаю, пора. Нет, сам, не спеши, сразу скажу. В этом выпуске, оказывается, решали, нам сказали, что решали, здесь дали пизды. Вот здесь мы и начинаем. Чё лупим камерами? Будем чё-нибудь брать? Деньку, например, арбузик. Бесплатно? Бесплатно только. Не, Бури, я шалый. Нихуя не взял. Чё, чё, чё лупишь? Такой борзый, типа, чё лупишь, блядь? Можешь брать-то чё-нибудь? Может, и буду. Чё-то, чё-то говоря, я хотел там, блядь, манго, нахуй, но уже никакого настроения не хочется. Так, ну что, в целом мы готовы. Немножко меняем внешность, потому что народ уже стал узнавать. Бля, куда решал делся? Работать всё тяжелее. В принципе, можем начинать наш плодо-овощной кизняк. Ребята, вы, наверное, прячьтесь, чтобы не смущать людей для чистоты эксперимента. Нихуя, как кидают чуваков прямо в этом, блядь. Держи, Аль, чё, зависит вам? Помидоры мне. Помидорки вам зависит. Сейчас зависим. А я знаю, он сейчас будет пальцем нажимать на эту хуйню, чтобы тяжелее было. Ну вот, всё. А раньше гири с дырками были, блядь. Да это уже пиздёшь, вообще гири нет. Так просто пальцем хуяришь. Торговля. Это такое болото. Там всегда жировали пиявки. И неважно, какое было время. В 80-е, 90-е, 2000-е. Были весы с гирьками, теперь цифровые. Покупатели как дурили, так и дурят. Так и как? Хуй знает. Обычная плёнка. Может, гири в бананах лежат? Сразу туда засунуты. Подшипников, прикинь. Туда натолкал, решало. Подшипников. Открываю ей весы. Плёнка вот с таким вот кусочком скотча становится реквизитом для зарабатывания бабла. Ебать! Приклеиваем скотч одним концом к плёнке. И чё? А уже натяг. А вторым концом приклеиваем к весам. Получается вот такая вот конструкция. Ой, почувствуйте, как пахнет. П-65 она у нас. Пиздец, людей-то как наёбывают, а хуеть. Как это работает, сейчас объясню. Вот, смотрите, я центрую весы. По нулям. Угу. Кладу помидор. Так. Ровно 400 грамм. А теперь смотрите, что я делаю. Незаметно, поправляя плёночку, кладу помидорчик ещё раз. Ох, ебать! Нормально? Плюс 240 грамм. Пиздец, бля, чувак. Ну это прямо новый уровень какой-то объёбов. Даже здесь. А чё делать, если ты замечешь, ебальдик ты не разобьёшь. Мне кажется, промолчать всё-таки надо будет. Терпеть, бля, как озон, бля. Прям типа ебать. 3 рубля. Давайте 790. О, спасибо. До свидания. Пиздец. Точно больше ничего не видно? Точно, да. А вы меня проверите. Решала, бежит, короче, потому что если вдруг, прикиньте, Олка запрыгнет машину. Не, 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 она не заметила. Типа она запрыгнула, уехала, не успели отсидеть. Он уже, получается, её наебал, блядь. Так стойте, стойте, это... А она уезжает, и такая дома уже. Блядь, нихуя. Так он это сам обесил меня. Не хотите? Вас? Да. Ай, вот сдача ваша. Здравствуйте. А что это вы? Что это такое? Не пугайтесь. Меня зовут Влад Чижов, а это моя съёмочная команда. Я вас только что обманул на достаточно приличную сумму. Хотите перевесим ваш товар? Давайте. Пойдёмте, честную цену вам скажу. Вот вы думаете, вот эта плёночка, это что, гигиена, что ли? Нет, не совсем. Видите? Вот я обнулил весы. А теперь пальчиком чуть поднажал. Опа. И что хотите, положу. Пиздец. И ценник увеличим. Ну, это логично. Люди не знают, сколько вот весят помидоры. Откуда это? Ну да, она глаз, хуй его знает, не проверишь. Так что давайте всё перевешивать. Надо с собой свои весы носить всегда. Тебя сразу ебать. Я обычно бью. Такие. Ты так умный, блядь, самый. Ты охуел. Со своими весами пришёл. Начнём с вашей дыньки. Теперь огурцы. Помидорки. И бананчики. По 65. Вот так вот, блядь. Вот какая у вас должна быть цена. 200 рублей? 28 рублей. Да-да-да. Сколько вы мне заплатили? 790. А, да что? Вычитаем 790. Я вас только что обсчитал на 260 рублей. НИХУЯ СЕБЕ, БЛЯДЬ. Можешь там овощами начать торговать? Слушай, это когда получают, подожди. Да, попробуй. Нормальный бизнес-то, блядь. Вот сколько людей заходит? Это в полтора раза, блядь, ёпта, навар идёт, блядь. Чувак, это да... С одной плёночки ты, чувак, в полтора раза, блядь, ёпта. Допустим, заходит в день хотя бы 10 покупателей. И ты просто ещё сверху... И 10, блядь. А сколько? А сколько? 110 не хочешь, блядь. Ты блядь, 28 тысяч в карман. Чувак, это много. Если ебальник не разобьёт. А если... Да потом зубы вставлять дорого, блядь. Пожимало. Вот такая вот история. Так что будьте внимательны. Вы мне деньги дадите? Дадим, блядь. Не позволяйте себя обманывать. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо, теперь буду знать, спасибо. Прикинь, чуваки дали... Везде наёбываю. Чуваки дали решали снять в своём ларьке, а эта бабка потом... Всем расскажет. Да ёбываю, там плёнка какая-то. Не ходите, блядь. И чуваки такие... Один день был какой-то честный чувак, блядь, всё рассказал. Блядь, не ходить. Там постоянно так наверняка. Да, и у них просто упало. Нет людей ещё, нихуя, всё сдохло. Очень хорошо такая история работает, особенно в мясных отделах и в рыбных. Там, где товар прилипает к плёнке хорошо, и вес его достаточно большой. Если при стоимости товара 160 рублей, навар-то может быть и невелик. А когда мясо стоит 500... Ну вот это, видимо, повод, всё-таки, знаешь, таких всяких, блядь, хуйнях, брать уже упакованные, блядь, взвешенные. Да, блядь, чувак, ты такой доверчивый. Так его можно взвесить. Там же есть, блядь, посреди этой хуйни, всякие весы, блядь. Так ты хотя бы можешь сравнить. А я думал, ты, о, взвешено. Наверное, там верно. 50-600 рублей. Навар становится чувствительным. К тому же, у меня есть пару лотков просроченной продукции, вместо которой просто на помойке. Тоже продашь кого-нибудь? Не все продавцы хотят списывать товар. Вот я сегодня покажу, как нечистые на руку продавцы продают вам просрочку под видом хорошего товара. Суки! Да, наверное, закопают просто вниз. Выбирайте. Три помидорки по 160. Давайте. Ага, он выбирает оттуда, а сейчас будет какая-нибудь ловкость рукой, никакого мошенства. Огурчики свежие, грунтовые. Лоток черешни. Где на ебке будет? Пока не ясно. Вот эти, да? Очень красивые, очень свежие все. А он сейчас подменит. Положу вам. Пакетик. Ёбаный! Ёбаный дед! Вот тебе, блядит! Охуеть! Я же говорил, ловкость рук. Может, ты сам, блядь, сам? Что-то ты слишком как-то догадался. Очень не хочу по еблу получить. Так бы делал так постоянно, будь я на восточном базаре, блядь, каком-нибудь. Какой хитрый. Но там бы была крыша нужна, понимаешь? Какие-нибудь с етаганами чуваки, которые, как я, кто-нибудь заметил, они... Да мне кажется, они в первую тебе и порубят. Там, говорят, скажут, придет какой-нибудь чувак повыше тебя и скажет, че такое, стража? Они такие, типа, ну, Юрка, мы поможем страже тебя рубить. Етаган. Это просто у тебя по-макушке. 169 рублей 20 копеек. А не моя крыша. Бля, ну, короче, значит, надо следить, чтобы продавцы не нагибались, блядь, что-то какую-то хуйню, типа, довешивать, а прям вот клали то, что выбрали. Да тебе тогда, ебало, набьется, скажут, че, ахуел, ты не будешь еще указывать, че мне делать? А че мне не делать? Че мне еще нельзя? Кладиться. Короче, вообще, наверное, лучше в такие магазины не заходить, блядь, получается. Либо тебя обресят, обсчитают, либо ебальник набьют. 798 рублей 50 копеек. Давайте с 790-ыми урочками. Блядь, 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 блядь. Лучше знаешь в это, в пятерочку. Пойдите в рублей я вам сдачи даю, держите. А теперь, друзья, я хочу напомнить вам о наших больших друзьях. Компания OneX, где широкая линия, высочайшая надежность и бонус до 6500 рублей по промокоду ПАУЭР, друзья. Вот это да. Так что переходите, ссылочка в комментариях и в закрепленном комментарии кликайте и регистрируйтесь. Че не желаете еще? Нет, спасибо. До свидания. Точно больше ничего не хотите? А проверить что-то я наебал? Или все-таки хотите что-то? Нет. Например, проверить меня не хотите? Вы сейчас только что отдали 790 рублей. Что? Ну а что я правильно все отдал? Чувак думает, наверное, такой, знаешь, а прикинь, педофил какой-нибудь, детей ебет и думает, что типа по его душу прячет. Да-да-да, он такой, а я вот сюда вла. А что? Что я не так сделал? Что я, что это я, я? Все нормально, 700 рублей. А что? Я что, я что-то и сделал? Вроде все сходится. Смотрите, как мы уже. Одно не сходится. Как ты так к мальчику-то в гости ходишь? Он такой, блядь. Не бейте меня поебалу. Он такой, наверное, еще вратец кролик нахуй, если я в ебало прямо, да. Выбрали черешню, а какую я вам положил? Видите мятая? Мясики жирные. Вы выбрали какие свеженькие, а я вам что положил? Да вы что? А что вот он, в пакет же чувак дома заглянет, он посмотрит, такой, что это за хуйня? Ну а что, подумает по дороге помялись, блядь, ёпта. Да-да, конечно, блядь. Так, ну да. Сгнили за 20 минут. Ну а что ты, человек подсознательно по своей природе, он максимально, ну если он не ёбнутый, конечно, он избегает конфликта, поэтому он скорее... Себя будет винить? Да, по своей природе он подумает, что они помялись в этом, потому что, ну вот, ты реально пойдёшь, блядь, ёпта, обратно в магазин скандалить из-за того, что у тебя черешня помялась, блядь, ёпта. Такой ли ты человек, чтобы, вернувшись с работы, блядь, дойдя до дома, такой, я возвращаюсь, нахуй? Не, я вообще не конфликтно, вот... И большинство... Девушка моя пойдёт, она, блядь, это будет там скандалить до последнего. А что она здесь, её порежут ножом, блядь? Ты чё? Ковно, ебаная, охуялся ты, что ли? Нет, она... Ну а кто боится девушек, чувак? А чём ты? Говорю, ну придёт она, и чё? Боятся, блядь, что ебальник разобьют кому-то. Вот я думаю... А ты девушкам не разобьют, злоу! Я думаю, что единственное, кого вот так вот не обвешивают, это как раз чуваки, которые могут прийти и сами тебя заряжут, блядь, таким. Вот черешню дают самую свежую, блядь. Всем остальным по людям... Ты козлина, блядь! Так, а как? Ну вот чё ты всё... Я же так не делаю! Я просто... Ты заступаешься за тех, кто обвешивает. Я в теории просто говорю, что я бы так делал. Будь у меня свой магаз, я бы видел, зашёл терпило. Естественно, я бы ему... Ну если заходит здоровый хер какой-то, блядь, который, блядь, ну бандит нахуй какой-то, я бы ему не стал вот такую хуйню проворачивать. Да почему, блядь? Всё дело вот им... Ну вот потому что... Нет, если ты обманываешь, обманываешь всех, чувак. Я считаю, что 99% людей придёт домой, увидит и подумает, что, блядь, в пакете помялась черешня. А бандит, блядь, приедет и эту черешню мне в задницу запихает. Блядь, мы там прямо... То есть, то есть, то есть... Мачко по черешенке, блядь, будет, блядь, запихивать. Это тоже такое. Тут нужно... Для того, чтобы наёбывать, нужно тонко вот чувствовать грань. А эта грань просто бабка пришла или не бабка, ёптая? Вот это вся грань, ёптая. Пенсионерка или нет? Ну да, типа, давай сливаем. Во-первых, хорошие персики и черешни я оставил себе. Вот они, которые вы выбрали. А плохие вам положил, те, которые в лотке. Это во-первых. А во-вторых, значит... Пиздец, вот бы вся серия была про эти обвесы. Реально 48 минут будет идти. Я прям... А вас? Я как обвесил. Самая пиздатая серия. 790 рублей 50 копеек. Я с вас взял 790. Пока я вас считал, я вас сообщил... Чувак аж охуевает от того, что так... Он такой, меня все время, наверное... Меня давать, я в этот магазин хожу лет 5. Я такой, может, мне и жена изменяет, блядь, вообще все. Это так меня легко наебать. Да, я не ожидал. Это так меня вот... Это что-то получается. Нет, я такой доверчивый и наивный, блядь, еблон. Может, на деньги фальшивые еще? А прикинь, реально решали. Косарь дал фальшивый, а он ему разменял. Неудобно получилось. Да, да, да. Я вам сейчас отдам ваш косарь и решил такой... Че, фальшивый? Я думаю... Решал из 90-х фальшивый прямо по запаху. Это что, фальшивый, блядь? А он даже смотрит просто, эти деньги фальшивые. Как этот, блядь, глаза типа, как скамер, блядь. Когда я вам завешивал помидоры, я по двадцаточке, по тридцаточке прибавлял. Вот сейчас мы все перевесим заново, и у вас будет справедливая цена. Блядь, не впадло. Сколько получилось? 690. 690. А при условии того, что я еще... Гнилые дали. Да, за 250 рублей, вам за ваши же деньги отдал вам какую-то ерунду мяту, почти комфорт. Вот вам и навар. Блядь, вот и жезнь, на самом деле. Не попадаетесь и не позволяйте прохиндеям на вас зарабатывать. Так, и что вы мне, деньги хотите вернуть? Конечно, держите. Чувак такой, такая это самое, я стою туда, ему прикинь скучно, типа он стоит. А решил такой, так, перевешиваем. Так, так. Так, это у нас стиль, стиль. А вот сколько мы сейчас вот эти... Да, 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 и чувак такой, так это самое-то... Сколько я наебали-то? Деньги-то это самое мне... Вероня тебе? Да, 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 сейчас я... Хорошо, мне бы деньги... Спасибо. Мне бы деньги. Я опоздаю в жизни, если честно. Вот такими вот нехитрыми манипуляциями зарабатывают свои грязные деньги, нечистые на руку продавцы. Ну вот посудите сами, сколько в этот магазинчик за день может прийти народ? Сколько? Сто, двести, триста человек с каждого минимум по полтинничку, считай, к концу года, на новую ладу он себе набрал. Куда он поедет? Эй, Решала, а что за стереотип? Что-то, что-то, что-то такое, да, я... Почему на ладу-то именно... Чувствуются? На какую? На приору? Ты что такое? Да, это на что угодно можно набрать, бушную какую-нибудь, там, мерин старый, там, я не знаю, это можно... Что-то такое... Да, что-то занесло. Все энергетика, на ворованные деньги далеко не уедешь. Однако, людям этого не объяснишь, они все равно остаются нечистыми на руку. По-моему, на ворованные деньги можно просто вокруг света летать, блядь. Да, не приземляясь. Не то, что ты никуда не уедешь, а просто, блядь, ты можешь и не останавливаться, блядь. Как угодно, да, и воровать деньги. Как Супермен, время пустить вспять, блядь, если очень много денег, блядь. Землю, блядь. А Решала, знаешь, как-то вот, честно, Кэти, я даже не ожидал, ну, кого-то как-то, какую-то ладу за год. Ладу. Не бойтесь и не стесняйтесь, в магазине быть дотошными и внимательными. А если вас следите за торговой точкой, что у них там на весах, каким образом они торгуют, большинство продавцов... Ебал тебе не вернет Решала, если так подумать. Решал, верни мне мою ебало целое. У меня нормальная была, у тебя черта кривая, а сюда, блядь. Ну, что, такое, блядь, да, к сожалению. Решал такой, в натуре у тебя ебло кривое, блядь. Может, так и было? Не-не, ты мне после пизды. Он такой, блях-вуха. А есть пруф, что... Фотография. Что не было так изначально хуёво, потому что выглядит очень хуёво. Действительно. Это тяжкий труд. Но среди вот этих трудяк встречаются мерзавцы. Не стесняйтесь ховатиться за каждый ваш рубль. Это ваш рубль. Вы его заработали кровью и потом. Вот оно, че, пришало. Огромное количество прохиндеев крутится вокруг продажи или покупки автомобилей. Эти прохиндеи организовываются в целый автосалон. Короче, сегодня я решил отработать... Да, да, долбоежники. Слово такое прохиндеи. У меня бабушка как-то раз назвала так прохиндеем. Прям, знаешь, прохиндей. Что-то такое, прямо как будто это. Прямо очень хитрый. Прохит, очень хитрый. А дальше как что-то хорошее звучит, знаешь. Я прохиндей. Что-то такое, типа. Она как раз попала в такую ужасную ситуацию. Слово-салон на ёбщику. И сейчас там Афоня такой, блядь. А? Профсервис. Профсервис приехали. Даебали меня, блядь. За сот тысяч, блядь, проебал. Кстати, удивительно, почему он крищали не обратился, блядь. Слушай, а мне, кстати, кажется, что это был бы выход из ситуации. Да. Санников бы там вообще, блядь. А бассанников бы... Да-да-да. Портки свои, блядь, шерешало пришел. И он такой, вот, вы прокачать машину? Я тебе прокачаю. Бах. Просто затряс его, суку. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, что у вас случилось. Сейчас. Ой, да ладно, блядь. Просто с отцом случилось? Че, блядь, я по тебе знаю, как люди тяжело. Ты бы себя видел, когда ты приехал под этим, под Псковом или куда-то там ездил, блядь. Это те страды. Че ты, блядь, машина, блядь, наебали на тачку? А если бы я сейчас пошел гвоздем, блядь, твой форт царапнул, ты бы в депрессию впал. Тебе, ты бы психотерапевт пододобился, ты бы лежал на этой кушетке, он такой, а что у вас там, типа с отцом, с матерью? И он такой, мне друган поцарапал. Кровно. Я говорю, я теперь не могу, я даже подхожу с другой стороны. Чтоб не видеть, я не могу смотреть. Я не могу смотреть на ласточку свою. А тут, ебать, телку наебали, наверное, накопила на какой-нибудь мини-купер, блядь, сто лет, нахуй. И всё, развели, блядь Ну никого ж не убили, в конце концов Я к этому вёл, я говорю Татьяна с меня царапнуть всё-таки Не надо, не надо Нужно лечить Но это требуется, это осталось в серьёзные деньги Где мне их взять? Решила продать машину Ааааааа Вон оно, чё, ни в машине дело Тебе понятно, почему, вишь, плачет Сместила в интернете объявление Буквально через несколько часов Раздался звонок Звонёт из автосалона Ну вот так, кстати, тоже понятник Никогда не бывает, сколько продают Вот машины, квартиры Месяцами А тут через 2 часа Такого никогда не бывает Предположить, что кому-то нужна Именно ваша машина И там без торга, ничего такого Приезжайте, приезжайте Через 2 часа, нужно все-таки Как-то это быть более Как бы, блядь, реалистами Менеджер говорит, что машина у меня прекрасная Что они есть Он даже не посмотрел По телефону, да, просто говорит Пиздец, машина у вас Прекрасная, блядь Ты даже ее не видел, блядь Да, ты хоть подними ее на подъемнике Радовалась, привезла машину Документы, ну все, как он просил Этот дальний договор я подписала Ну, я, конечно Договор, конечно, не читали Ну, он решал, а это классик такой Ну, договорчик, значит, начитали, да Просто подписали Ну, мне сказали, он типовой Рисовалась, не должна ли я за что-то заплатить Какие-то несольные издержки За это оформление А он сказал, что все накрутку берут из покупателя И мне не о чем переживать Три-четыре дня прошли В замка не поступила Машина вот дома Ну, я, если честно, расстроилась Я же рассчитывала, что вот именно вот В течение этих дней у меня будут деньги Я уже там начала занимать на лечении отцу Ну, что делать, жду дальше А продажи никакой нет? Нет, никакой нет И что в итоге? Я уже сюда просто еду Забрать машину Вот с уверением я тут заплатил Включаю вопрос-то, когда кого-то наебали Блядь, ложка какого-то А тут... Да, я решал, пришел, мы ебал, набил И деньги забрал Да, тут че-то пиздец какой-то на операцию, блядь, на это Ебаный в рот Приезжаю, говорю, давайте мне отдавайте машину И тут вот начинается вот это вот И все, принято Санников, блядь, говорит Санников, говорит Через месяц проходит пять Пришаешь Мы уже... Она в другом салоне Фар нету, блядь, франшиза продана, блядь Мы тут не работаем По договору Десят тысяч вы нам должны За то, что мы сделали предпродажную подготовку Договоры есть вы? Да, есть И причем эту сумму сам салон устанавливает Понятно, они даже не планировали его продавать Болтаху решили взять Если вы забираете автомобиль, пункт 14 Оплатите издержки автосалона Вот эта вся история, эта вся история Начинается с того, что вы... Три мойки, блядь, письмо То есть получается смысл в том, что Привозят машину на продажу А она просто стоит И клиент говорит Какого нахуй не продаете? Забирают ее Они говорят издержки заплатите Все, что? Ну, короче, тут, видимо, как... И все, вот такой развод С недвижимостью вообще Никогда не работать, блядь С агентами А как квартиру продавать-то? Ну, блядь, типа Эта машина, бля, напрямую Искать, блядь, людей Не знаю, нахуй Ролики в инстаграме делать Креативные объявления на авито Ну, хуй, ну, видишь, блядь За два часа тебя позвонили Ты такой, здорово, продам ТОС развели На самом деле, просто, бля Пока У тебя ее просто угонят, чувак Ты будешь там в инсте Классный форт фокус Такой-сякой Звоните по такому-то телефону Стоит, она можно посмотреть В таком-то месте И чуваки такие Так она же такая хорошая прямо Так угоним И он, нахуй, у него, блядь, да и все Ну, значит, все Значит, просто сжигай свои машины, бля В утиликс, давай, блядь И вот ты, чтобы из них этот кубик сделали, блядь И дали тебе, нахуй, подарок Договора не глядя Что же теперь делать? Я заберу вас, пожалуйста Просто у меня ни денег, ни машины Сейчас вообще ничего Давайте вы успокоитесь Мы пойдем ко мне в машину И отправимся в автосалон Возможно, ситуация как-то В личном контакте разрешится И машину Там наверняка проверенные какие-нибудь Никто ничего не решает Как всегда Там, да, это вот надо Надо вот как бы Как бы к начальству А начальства нету Начальства вообще нет Когда будет, не знаю Там пустая комната просто Да, там просто открываешь Пыль на кресле, блядь Да, никто не садился уже много месяцев Конечно Кресло, как новое Просто никто Ну тогда Тааак Давайте так Я наверно схожу с Барсиком Не будем камерами людей пивать О, Барсик Старый добрый Да, да, да Какая там статья, нахуй Слежка за людьми, блядь Ну, фиксировать правонарушение мощи При этом Что фиксирую сейчас Ну, типа, если ты, например Видишь из окна, как кого-то убивают Ты можешь скрыто Видеонаблюдать и фиксировать Ну ты же постоянно не будешь Коя есть видеорегистратор На лобу, блядь Тебе скажут Чувак Ну, да Ну, если ты не Руслан Соколовский Это чему вязали эти Ручку видеонаблюдения, блядь Ёпта Так-то можно и ходить Если ты долбоёб Так, а чё вы на шерм-патруле ходите тогда? У нас есть индикация записи Это разные вещи Есть? Так там на очках крупная красная Эта лампочка, блядь Которая сойдется Понятно, понятно Любое устройство, где есть вот это Почему они делаются, если вы вдруг не в курсе Для чего это? Чтобы было понятно, что идёт запись А вот на ручке или, типа, шпионских устройствах Там нету У тебя индикации нет никакой Так, это вот она, блядь А если заклеить, блядь Да, да, да Тогда, может, и сядешь А вот смысл в том, что у ручки какой-то Это она выглядит как обычный прибор И это уже статья, блядь Вот имейте в виду, друзья Я, кстати, знаете... Камеры в любой форме делают И как шлемы, и как для сноуборда, блядь Для всяких этих экстремальных видов спорта Короче говоря, у меня была история Я пару лет назад решил заказать себе с Алиэкспресс Эту хуйню Камеру, короче, длинную Которую прямо можно было вставлять в... В анус Нет, в цилиндр Я хотел посмотреть, что происходит у меня со стенками цилиндра в машине Выкрутить свечку и посмотреть, есть задир или нету Я посмотрел... Мы понимаем, что ты имеешь в виду Ты заебал, блядь Ты как... Ё, ёбаный озабоченный И в итоге оказалось, что эта хуйня тоже запрещена, блядь Эндоскопы, блядь, они не запрещены Почему? С какого хуя? Я ж не буду, блядь, заглядывать Вдруг ты дырку, блядь, прослешь И буду смотреть соседям Она не для этого сделана, блядь Почему... Почему сразу у людей возникает вопрос, что он будет применять это не по назначению Ты, короче, эту хуйню просовываешь там за соседской женой смотреть И чуть больше просунула, ее схватил И обратно выдернул И мне в обратную сторону она... Я такой... А ты прячешься, типа... Да-да-да Она вот прям вот так... Мне палец ставишь, чтобы она не вылезла А он прям... Толкает эту хуйню, типа... Кружку на нее одел И такой... Ебать! Что ж теперь делать-то? И чувак... И не убрать... А чувак ждет О-о-о! Че... Че-е Jude зубцата, э! Хе-хе-хе-хе Какая квартира? Э-хэ-хе Э-хе... Я ли Empyгу подозь Бар borders и Tracy Ты, мразь, дверь, блядь, не сможешь открыть пока крошку Ахахаха Ну да Нет машины? Нет... Нет, Влад, ее нету Ну не волнуйтесь, Жанн, пронесло времени. Ну что, на самом деле волноваться решало. Сейчас за этим уборки. Можно было не волноваться, пока бы туда не приехали. Тачки-то нет. Нет, тачки. Теперь пора волноваться, блядь. Никто не работает. Решало, как же не волноваться-то? Так, они прокат, они в прокат их сдают. Нихуя себе еще и, блядь. Да кто-то на машине, получается, рассекает сейчас по Москве. Катается, блядь. Кар-шеринг, нахуй, оказывает. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Где моя машина? Будут деньги, будет машина, не переживайте. Молодой человек, я... Правильно говорит. Подписал, так как будут деньги, будут машины. Это бизнес ебаный, да-да, такой, деловой. Нет денег, нет машины. Изъяснить вам должен. Помолчите, они с вами разговаривают. Послушайте, я вам кое-что сейчас объясню. Помолчите. Я представляю интересы такие шалые. Жанн, подержитесь, пожалуйста, визитчик. Настройся-ка, дружок, на разговор. Ты чё, не понял, что ли, я... Нихуя. Тут борзый какой-то, разберитесь. Тихо, 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 спокойно. Всё, наговорился. Давай. Нихуя, ты не грустно, блядь. Тихо, тихо, тихо. Не обманули комментаторы. Ох, не обманули, блядь. Решали, звезданули. Влад, вы как? Нормально всё, в порядке. А как? Честно, нормально всё. Чем ты, дебил, что ли? Чем? А как, ты так сильно дали? Ты... Давай проверим сейчас. Ты ММА смотрел когда-нибудь? Ты не сможешь так меня сильно ударить, чувак, чтобы... Я не смогу тебя так ударить, чтобы у тебя рассекло ебло. Да пошёл ты. Да ты... Ну, ну, да, прям сейчас. Давайте, пацаны. Если вот прям 100 тысяч лайков, этого никогда не было на канале Антона, но если будет 100 тысяч лайков, и проверим, с одного удара смогу рассечь его или нет. Чувак, нет, ты нахуй... Вот смотри, видишь, где его рассекло? Вот тут всегда рассекает. Вот когда по этому гопотай бьёт вот прямо в эту... Чуваки, брать, вы ёбли, что ли? Я тебе говорю, мне один удар хватит, ты вообще ослепнешь, нахуй. Сначала побей Тарасова, блядь, для начала. Корнее? Да хоть и корнее, блядь. И вообще, с монголом сначала подерись, с Олегом, потом, блядь, да, буду я. Чуть-чуть, дай-ка мне... Ну-ка, дай-ка вот этого парня. Короче, ты сломаш, за этим чуваками надо установить наблюдение. Короче... Чу-то Решел расстроил. Чу-то он прямо немногословен как-то. Обычно-то он пизды даёт, это, наверное, не прикольно. Вот когда ты всегда пизды получаешь, типа как я, тебе даже не обидно. А когда ты обычно пизды даёшь, наверное, очень неприятно пизды получать. Ты такой, как это смогло случиться? Че произошло? Мне че, пизды дали? Ты его решал такой, а ты че, кровь? Я думал, я кровоточу, блядь. Как Дункан Маклаут, ёпт. Я думаю, я бессмертный, блядь. Да, чтобы он с машинкой заехал сюда, оформил договор этот фуфельный. Может, заедешь по речку? А че там? Что, пошло? Да? С ним, господи, а? Надо заехать на машине, блядь, прям. В дверь, блядь, в дверь, в дверь. Заедь, заедь. Да ладно, я тебе умоляюсь. Все, все. Решал, надо бусорнуться. Отпиздили, вот суки. Да ладно, ладно. Да не, да давай, молись. Решал, пойдем, пойдем. Травмы снимем. Насыщена, брофи. Всех посадим. Вот она, вот она, где будет. Вот мы все, всех их закроем. Да не, не, не будем. Не, не, не надо, ребята. Решал, это уголовка, блядь. Извините, что так получилось. Я уже шок. Да ладно, не переживайте, все хорошо. Короче, давайте так, Жанна. Я вас сейчас доброшу до метро. Вот. И мне дела еще здесь, прошу? А у меня в глазах троится. Вот так, сейчас мы поедем. А где ворота-то, блядь? В какие выезжать? Решал, ты коня, не. Доброшу до метро. Какие ворота-то, блядь? Блядь, как в том и джере. Ничего, ничего. День-два, решил отомстить. Я попросил Олега, чтобы он свою машину поставил в этот автосалон. Карс. Конечно же, машину мы зарядили как? Установили. Нормально так. Ну так, на случай, если они попытаются машину куда-то припрятать. Договор. Благодарю. Присаживайтесь. Основная задача менеджера, это сделать так, чтобы вы подписали договор. А вот здесь все там. А что, в лобовую больше не пойдем, да, блядь? Это надо... Тут похитрее надо быть. Тут ебаленьки могут разбить. Это не то, что лоха, а какого-нибудь, который эту, блядь... Затрясти его. Да-да-да. Ты че, блядь? Пугал типа паспортом фальшивым, блядь, пятнадцать лет. Так, нет, мы теперь... Так, 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 мы берем теперь стратегию, как бы, это, суньцы, блядь. Да, мы будем тут лабости, блядь, оппонентами. Так, мы уже ходили. Вьёбыч получил. То есть решало, пошел на хитрость. Да. Предпродажная подготовка. А, это что такое? Ага. Это пустая фальшивая формальность. У вас уже есть покупательная ваша. Никакая это не формальность. Это именно тот пункт в договоре, на котором и зарабатывает весь этот автосалон. Угу. О, здравствуйте, Николай. Да, да, с автосалоном, да. Андрей Евгеньевич, ну, прямо как вы просели, да, мужик. Вот менеджер организовывает звоночек. Да, разъебанная шаха, как вы, да, да. Вот он так всем вот звонит. Да, представляете, приехал. Он звонит просто чуваку, корешу какому-нибудь, которому нехуй делать. Да это смешно, блядь, даже выглядит. То есть, как вы и просили. Вот именно эта машина? Именно эта, да. Да. И сразу за мной следующая женщина подходит. Такая же разъебанная, как вы. Как вы и хотели, чтобы... Пороги гнилые, как нужно все. Чтобы сиденья были рваные, проперженные. Да, все. Обханченные. Понюхал сам, все проперженные. Саные, да, да, да. Якобы клиента, который ждет именно вашу машину. Чушь собачий, нет никакого клиента. Олег. Только что поговорил с покупателем. День-два, и деньги будут у вас. Ну вот как-то так. Чтобы запустить эту схему, Олегу достаточно позвонить или приехать в автосалон и сообщить о том, что он хочет забрать машину. Вот так так, ребята. Да, Жанна, приветствую. Здравствуйте, Влад. Вы знаете, буквально пять минут назад позвонили из автосалона, но почему-то совсем другой менеджер. Его зовут Артура. И он очень извинялся и сказал, что готов к меня отойти прямо сейчас. Нихуя, заочковали, походу. Узнал, кто-то решал на видеозаписи. Пожалуйста, давайте встретимся. Приходит, вы что дали пизды решали? Зачем вы это сделали? Так, он же, блядь. Кто ж знал-то? Да мы просто думали, пришли долбоебы какие-то дали им. Вы охуяли вы? Это московский. Вы дали пизды решали? Верните нахуй эту тачку, долбоебы, бля, вообще. В автосалону через час, я думаю, все будет хорошо. Хорошо, хорошо. И прикинь, опять пизды даже. Странная история. Мы извиняемся, приезжайте. И там решил такой, о, я же сказал, все обойдется. Опять бас. Выходит такой скращенный. Другой класс. Они охуели просто в конец, блядь. Вот это сухи, я таких не видел еще. С этой стороны. Даже менеджеры поменяли. То есть они на каждом своем клиенте зарабатывают достаточно серьезные деньги. А тут вдруг раз и решили сдать назад. Решили. Загадали какую-то подлянку. Вот так так. Что же будет дальше? Ребята, кто автосалон пасет? Выйдите на связь. Да, вот, прием. Что там происходит? Недавно подъехали трое парней тревожного вида. Похоже, что это хозяева салона. В общем, общаются они с охранниками. Сейчас вышлю тебе видео. Высылай видео. Тревожного вида. Это что означает вообще? Стревоженный, блядь. Я думал, что именно тревожиться решали, да? Да, да. Они мускулистые, блядь, такие. Слушай, прям... Они вертушки крутят стоят. Слушай, решила, может, все-таки мусорнемся. Да, ладно. Уже почти. Они здоровые, ебать. Кабаны, блядь, огромные. Что дальше делать? Все отправил. Ну, и, Жен, кабаны шоу немножко разведены еще, которые камеры ставят, блядь, в помощь. И Петр, наверное, в команду еще не помешает, блядь. Петра бы сюда, он бы тут же... Он какой-нибудь подлостью бы их победил, блядь. Да, да. Он бы их... Я думал, он бы какую-нибудь шашку клофелиновую бросил, чтобы они такие... Я хотел бы у вас машину купить. Сейчас. И он выходит, просто так вот всех выносит. Раз, два. Потом опять заходит туда же в респираторе. Нет, он как ртуть, Петр. А, очень быстро. Он быстрый всех. Он успевает даже передернуть там, пока они спят. Первый, второй. Лучше поставь себе приложение МВД РФ Решала. Там, слушай, кстати, разыскиваются люди, по миллиону за них дают. Да, иногда. Да, чтобы Решал их нашел и все, заработал на хату сразу. Шесть человек, шесть миллионов, все просто. Надо найти. Думаешь, телеканал ЧМ меньше платит, чтобы он каких-то лошков выскал за миллион? Лошков! Чуваки-то правда похуже на водитель. По-твоему, на сайте МВД ищут лошков? Там убийцы, блядь, от чувака. Это отпетые люди, блядь, которых на пожизненную садить надо. Я бы их легко поймал. Да, блядь? А где гарантия, что он уже не в хате у тебя сидит, дожидается окончания? Ну и надеюсь, блядь, что он сидит, потому что тогда мы только что заработали. Мотали миллион! Леон, нахуй! По салону он охрану обчитывает или инструктирует, тем он нацелует перед ними. Сейчас снюса киданем. Ха-ха-ха, парочку баллов. Ха-ха-ха, этого пидараса! Выцепим, блядь! Просто так без боя могут машину мне отдать. Дюро России дадут. Короче, планы меняем. Вообще. Надо звонить Жанне. Блядь, первый раз вижу за все выпуски, чтобы решала осторожность. Включил. Да-да-да. Реально, он обычно такой. Ну, едем сюда. Я этого ублюдка. А когда? Больше, когда я дам бабку, я говорю, я просто, я не знаю, что я сделаю. А тут такое, типа, поебалу получил. Звоним Жанне. Да-да, пускай она зайдет. Но не говори, что я рядом. Жанна, скажи, что ты одна. Посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет. Жанна, это лад. Давайте планы немножко скорректируем. Не нужно ехать в автосалон. Главное, что ж... Это даже интереснее, а то больно просто ему было все время головой людей пиздить-то, блядь, и это, крепить, блядь. А вот как, блядь, разобраться, если тебе, блядь, поебалу дали, блядь, это уже, блядь, вот сложнее. Ну, пока, пока ничего такого, чтобы я бы не мог сделать. Зайти получить пизды, это я могу. Позвонить какой-то тёлке и попросить её зайти самой, это я тоже могу. Что же, что же пока я не могу сделать. Что-то будет дальше. Да-да-да. То нужно перестраховаться. Заметил, что в этой серии без хакер-мана обошлось? Пока без. Итак, вы сейчас поедете в метро Волоколамское, там за метро большой автомобильный паркинг, и я вас там на паркинге подберу. Договорились. Смотри. Это всё, да. Вот так. Пока так. Ну что, поехали? Да че? Ебать. Ну, хуй, значит. Поехали, пока ничего, в том-то и дело. Парковки. Самое опасное место. Излюбленное место решало. Я вам скажу парковку, я сам, если верить американским сериалам, фильмам, только на парковках убивают. В основном, да? Да, вообще, вот, никакая, вот, нет. У нас только сбивают. Просто люди, которые приехали за покупками. Ни хуй, никого не смотрят. Я парковался недавно, я взял стричься, блядь, в жемчужину Плазу, блядь, в барбершоп. А Юра теперь за рулём, кстати. И, нет, нет, и просто прикол в том, что там первые два ряда целиком для инвалидов, и они полностью забиты, и там ни одного инвалида нахуй. То есть у нас, как бы, есть забота, как бы, но там даже не так, и просто стоят какие-то здоровенные крутые тачки, и всем похуй. Я всё думал, мне уже пора было на стричку постоять и дождаться, посмотреть, как в какой-нибудь Хаммер, блядь, будет инвалид нахуй на коляске какой-нибудь заезжать, или ДЦП-шник зайдёт, во, блядь, ломбо нахуй сядет. Удивительно, да, но у нас все инвалиды ездят на ландкрузерах, блядь. Да, да, да. Очень больно. Вот видишь, как кто-то запарковался на инвалидном месте? Тачка минимум миллионов пятнадцать стоит. Как так? Не знаю. Здравствуйте. Что случилось? Почему мы здесь встречаемся? Жан, успокойтесь. Мы заберём сегодня мою машину? Это просто последний шанс сегодня. Жан, вы успокойтесь, пожалуйста. Я просто нет другого вывода. Спокойно. Мы просто немножко поменяем свою тактику. Насколько я понимаю, этот Артур назначил вам встречу в автосалоне. Давайте-ка, звоните. А я с ним. Так и не говорите. Я сейчас решал такой, говорит, да, поговорите с ним. Я вот такая, да, да, Артур. И решал такой, ах ты, мразь, собачья тварь. А ты что, думал, блядь, стелкаю решила? Кидать нас решила, поебало мне дал. Ну все, тебе крышка, пидор. Можь, эту тачку вообще жесть гадит. Шесть, сожги ее нахуй мне поебать на эту машину. Теперь мне нужен ты. Бетру, блядь, я без тобой. Он такой, телефон, он такой, решал, а где же твоя машина? Он такой, мразь какая, а. Боже мой, блядь. Поставься. Неужели я был прав? Жанночка. Здравствуйте, вы уже подъехали? Это не Жанна. Чуду! Быть не может этого. Ну, слушай, в 90-е, наверное, он так нихуево вопрос решал. Вот именно типа, какая тебе Жанна? Я тебя в рот выебу. А я бы сразу бросил трубу. Я нехую, нехую мне тебе разговаривать. Жов, я представляю ее интересы. Здравствуйте. Да, начальник просто вас тогда узнал. Очень, очень сильно ругал. Я тебе говорил, блядь, что... Сказал машину срочно отдать. В общем, так, машину мы сегодня... И все все поняли, блядь. Ну, блядь, ну реально же, блядь, решали, пизданули, блядь. Это же как-то нехорошо, блядь, это... Сбираем только в автосалон. Сейчас Жанна к вам не поедет. Значит, записывай адрес, куда ты привезешь машину. Ага, ага, секунду. Ага, записывай, можно говорить. Рассашанское владение... Владение, блядь. Ты чё, нахуй, Кингдом Кам? Я не знал, что в Москве такое есть рассашанское владение, блядь. А я, кстати, смотрю... А кто такой рассашан, блядь, что у него... Кто-то какой-то. Я, кстати, видел, можно купить деревню в России. Нихуя себе. Да, оно, правда, заброшено, но деревню. А почём? По-моему, 650 тысяч гектар. Там по гектарам измерили. Не, я в рублях говорю, сколько стоит. Ну, зависит-то, я говорю, от... Блядь, пацаны, вы бы скинулись нам на деревню? Да там нет ничего, там покошенные дома. Мы сделаем из этого, блядь, новую... Блин, чувак, ну... Я хочу назвать Нью-Васюки, блядь, деревню, нахуй. Столица будущая России нашей. Нью-Васюки. Не, если реально полмиллиона, давай... Почему полмиллиона-то, блядь? Ну, я не знаю, насколько. Ну, я думаю, что от миллиона до пяти. Ну, если миллион, например, давай на стриме соберём, купим деревню, блядь. Кто там будет жить, друзья? У нас будет улица Юлия, Онежка, проспект Антона. О, круто. А у тебя будет площадь Юрия Хаванского? Площадь Юрия Хаванского, конечно. Подстроим там мэрию, блядь, ёпта эту. ДК имени Линка. Блядь, да. Там будут сверсты... Пацаны, ставь лайк, если хочешь, блядь, купленную деревню, блядь. Будешь приезжать к нам на лето. Да. Вот начнётся лето, каникулы. А мы сделаем, как в Простоквашино на этих домах. Живите, кто хотите. Дом свободен, живите, кто хотите. Будем ходить на речку все стримы смотреть. Будем ходить в ДК смотреть стримы сожгут нас к ухуям всю деревню, блядь. Кто? Хейтеры, блядь. А они что же где-то живут? Городские, блядь. По левой стороне большая автомобильная стоянка. Подъезжай туда, там и встретимся. Через час тебя жду. Хорошо, хорошо, через час буду. И давай там не мути. Всё, ждём. До свидания. И давай там не мути. Без этого, блядь. А я уж, блядь, думал мутить. Чувак такой, ааа. Да не приеду. Сейчас я допижу. О, Влад, а как вы себя чувствуете? Извините, я не поинтересовалась сразу. Чувак уже это, рогатку свою расставляет, подкатывает. Ой, какой ты, блядь, этот мерзкий. Прямо сразу такой. О, Влад, а как вы это? Как вы? В своих мыслях вы. В своих мыслях вы. Ну, по-твоему, это просто дежурный вопрос, да? Типа, а Влад, как вы в своих умных мыслях не путаете, блядь? Чувак, если бы у тебя квартиру, блядь, это отжали. Я думаю, ты бы на коленках отсосал. Решали. Чтобы тебе обратно эти ключи отдали. Дежурный, блядь. Ты чё, ёбнулся? Мне нравится понятие дежурного. Где же, где конкретно находится в этой системе дежурный? Мне бы посмотреть, может он, может ли дежурный решить все мои жизненные проблемы? Я не знаю, может ли дежурный сделать меня счастливым? Кто это дежурный, который вернет мне ключи? Кой нахуй дежурный? Я не знаю, Юра, может такое существует. В данном случае дежурный решало получается, ты же видишь. Хорошо, глаз степленеет, башка крепчает. Дежурный, блядь. Решало! Вот, прием. На свете. Подъезжает, что-то. Вода нет. В машине один человек или несколько? Один человек. Конечно, один, они уже поняли, что это решало, блядь. Все, возвращают тачку, просто. Вот, вот, вон она. Да, наверное, нет. Че, видел, как решало встал? Он подумал, что не одна. Сколько там машин? А не они? А, в смысле, что на два места? На два места. Решало просто паркуется вообще. Да не, ему по голове, да, ребят? Двоицы, до сих пор, блядь. Я думал, куда я встал-то? Влад, да. Да, он один вот так встал, смотри, никто так... Так, вон она, мои машины. Сразу легко узнать, где решало запарковано, блядь. Все, спокойно, спокойно, выходим. Угу. Здравствуйте, Влад. Здравствуйте. Вы должны быть женой, вот документы... Все, блядь, вообще, прям, блядь. С документами, да, там, наверное, еще, знаешь, в этой папке деньги лежат, как... Какие-то решал, так... Мрась, решил купить... Мятная жвачка, блядь. А где это будет детям, который, Николай? То ли у Голи, то ли вопрос попросили вежливо уйти. Я человек новый, я не знаю. Мне руководство попросило, я приехал. Понял, Жанна, давайте-ка машину проверим. Там все в порядке. Да, все нормально. С документами. Вот такую бабу, блядь, она так долго проверяла, ее развести прям, блядь, вообще. Как нихуй делать, блядь. Открыла, все нормально, нахуй. Просто поглядела. Ты так же покупала ее, да, блядь, епта? Все нормально, все нормально. Не, ну сейчас-то точно все нормально, то есть, ну, решал, что не будет два раза спрашивать. ПТС на месте, СТС на месте. Ну, все, Жанна, держите, держите. Спасибо большое, Владимир. Спасибо. Нет, что так получилось. Муж поосторожнее, с отцом улаживайте дела и не попадайте в такие истории. Спасибо. А я тебе говорил, что... Да, чувак. Чувак, его не чмокали раньше, блядь, епта, в выпусках, блядь. Вот именно, ему сразу отсасывали. Чувак, соска конкретно запала на Решалу. Че ты, блядь, ты не видишь этой хуйни? Тебе вообще часто незнакомые девушки чмокали за последние... Сколько тебе? 29? За последние, блядь, 29 лет, нахуй, ты несешь? Да, нам точно не проще залезть, блядь, в штаны, нахуй, решали. Я тебе отвечаю. Ну, хорошо, ну, теперь... Че, тебе-то какое дело? Ты че, ревнуешь, блядь, или что? Тебе... Решало! Тебе-то, нахуй, какое дело? Ну, и что, да и хуй, что она решала, да и хуй. А ты говорил, нет, ты говорил, что я мерзкий и вообще все накручиваю, блядь. Вот, вот я... Ну, ну, да. Потому что ты не прав был, что она реально, блядь... О, извините, друзья, я был не прав, она его хочет. Вот, а что теперь? Вот это я и хотел. Изменилось, блядь. Изменилось в том, что я прав и я доволен. Хорошо. Ну все, я пошел. Не-не-не, постой-то. А ты подожди, стой. Чего? Куда это ты пошел? Ну все! Да-да-да. Прям такая... Машина есть! Все, я... Все! А я и думаю, кстати, что-то... Как будто, знаешь, прикинь, в конце жмурок этот баклажан такой. Ну все, я пошел. Не-да, я пойду. Я пошел. Нет, не... Не пойдешь ты никуда. Никуда не пошел, блядь. Ты там своим в офисе передай следующую информацию. Так. У вас там еще одна машинка стоит. Белый номер 557. Это мой человек поставил. В машине стоят камеры скрытого наблюдения. Есть запись того, что никакой предпродажной подготовки вы там не делали. Вы даже ее не помыли. Чувак такой, нахуй я поехал. Это пиздец. Мне сказали, просто тачку отвезешь, и все, и... А теперь, мое ебало, если что, будет в ментов это самое... Да, все прям зафиксировано. Ига, а что теперь? Понял меня? Ну он нет, он сейчас... Чувак, это стандартная тема у разводил. Он скажет, я сегодня первый день. Да какого ебета? Я ничего не знаю. Мне не держать в курсе, я ничего не... Хорошо. Поэт, стой. А нет, он не... Поэтому... Хорошо. Не достой, блядь. Ты не понял, кажется. Сегодня человек приедет и машину заберет. Так и передай. А если вдруг у них возникнет ощущение, что можно машинку придержать и каких-то денег попросить, иллюзий пусть не строят. Человек тут же напишет заявление в полицию, а я ему все аргументы передам. Вот теперь иди. Вот бизнес. Канон мусорами напугал. Ну, я вам так скажу, друзья. На этот раз, в принципе, мы могли бы справиться и сами. Просто достаточно было нарваться настолько сильно, чтобы вас ударили. Получается так. Все. И потом пугать все. Да, да, да. Где моя машина, блядь? Мы мусорнемся, блядь. Ну, в принципе, так и надо делать, если вы не решало. И даже если вы решало, но есть другое решало, которое сильнее вас и может вам поебучу дать, то не зашквар, блядь, мусорнуться и посадить. А то что, блядь, иначе что... А какой другой выбор? Вот скажите, вот просто, вот вы пришли, вот вы решало, вы думали, я сейчас отпишу всех, вам пизданули, все. Получается, что, по понятиям тачка не ваша, все. Получается, что нет. Это так, это так, не идти в ментовку, все, у вас тачку забрали, блядь, вас скинули, ничего нельзя сделать. Нет. Нужно пойти, заявление написать, и вам потом и тачку вернут, и 50 тысяч, и еще потом сотку сверху, чтобы вы забрали заявление, если... Ну, это не по-пацански все-таки. Не по-пацански, а по-пацански тачки отжимать, блядь. Без тачки останешься, пацан, тогда. Видишь, что даже решало по-другому не смог, кроме как ментами шагануть, никакого права нет на людей, просто пришли, поебальнику получили, а им похуй, блядь, видишь, они одну тачку вернули, вторую вернут, а у них там бизнес, блядь, на 50 таких тачек там, блядь. Пиздец, и вся эта заварушка, что тёлка просто глаза не открыла, я бы то и не прочитала, четвертый пункт, нахуй, даже не 25-ый, и не последний сам. Четвертый. Раз, два, три, четыре. Мы будем вам машину красить, там подготавливать и убирать за деньги. Не надо. Это хорошо, что руководство автосалона меня узнало. Только хотел сказать, хорошо, что я решала, блядь, так бы хуй, но родник. А если, блядь, да, если бы обычный чок, а если бы были бы Антон Волосов, вам не хуй, я бы просто поебал, башку бы проломили, блядь, и всё. Мы захотели лишних проблем, поэтому машину отдали быстро. Но я же не могу планироваться, чтобы в каждый автосалон по каждому вашему письму приезжать. Но если уж вы попали в такую ситуацию, будьте готовы к тому, что решение у проблемы есть. Только оно трудное, сложное, занимает много времени. Пишите заявление в ГИБДД, восстанавливаете документы по утере. Параллельно с этим пишите письмо о расторжении договора. Письмо с уведомлением в адрес компании, которая договор с вами заключала. И когда у вас на руках два документа... Решал-то совсем по-другому говорит, когда ему пёснули. Может, ему в конце серии опять... Он обычно так вальяжный, а сейчас даже, знаешь, как будто небольшая обидка такая в голосе. Ну есть, есть, что такое есть. Пишем заявление в ГИБДД, потом об утере с уведомлением все пишем. Не, ну то, что он разбирается, конечно, во всём этом базару нет. Уведомление о получении и документы на машину. Идёте в полицию и пишете заявление о том, что у вас незаконно удерживают автомобиль. Приезжаете с нарядом полиции и забираете автомобиль. Но будьте готовы к тому, что автосалон может подать на вас в суд. Охуеть, правда, как всё... Кроволоки-то пиздец! Как сложно-то ебать считать договор, блядь. Раньше столько простых решений было, знаешь, а теперь просто пиздец какой-то нужна эта, чтобы тачку свою вернуть прямо через... А как будто машина и не твоя вовсе уже. То есть ты её просто оставил на стоянке, а в итоге не забрать никуда. С депосом, потом ментам, блядь. Везде ходи, пиши, блядь, с нарядом. Да ни один наряд в жизни не пойдёт. Тебе скажут, да, поедем. Какая машина, блядь. Мы поедем, блядь, 31-го, блядь, февраля, нахуй. На НСВС записывайся, блядь. Стартанём всем отделом, блядь. Пускай накопится хотя бы машин 10-15, мы на поедем, блядь. Из-за одной твоей доебанулся, что ли, гонять. Своих расходов. К счастью, такие договора легко опротестовываются. Ведь никакой предпродажки они не делают. И доказательств никаких на руках иметь не будут. Вот как-то так. Почему, блядь, они пойдут, возьмут в водоканале, по счётчику скажут, вот мы всю эту воду вылили на машину, блядь. Мы её мыли. Вылили на 50 тысяч. Что нам теперь? Кто нам заплатит за воду? Это что за вода такая, блядь? Обычная вода. Отвывали машину, вот так вот мы подходим к делу серьёзно. Вот документы. Оплатите нам воду, блядь. А за воздух, наверное, ещё 100, блядь, тысяч. В воздух в шинах, конечно, всё, накачали, блядь, тоже платили. Накачка шин 10 тысяч. Одной. И чё? Всё. Такие, такие, такие цены. По ГИБДД, пишешь заявление. А что тебе скажут? Уведомление. Придёшь и скажешь, ГИБДД, я накачал 4 колеса за 40 тысяч. Они тебе скажут, так ты ёбнутый, наверное. Зачем ты это сделал? Потом идёшь в полицию. Да, да, да. С нарядом выезжаешь. Мне часто обращаются знакомые или друзья за помощью. Со мной связалась моя знакомая Света. У него есть кое-какие проблемы. Второжа? Чё, ей должен денег. Давайте посмотрим видос. Чё сказал? Я, говорит, ей должен денег? Нет. Ей кто-то должен денег. Я думал. Решал, никому ничего не должен. Запомни, нахуй. Я понял. Слушай, у меня тут дело, где-то такое есть. Мужчина у меня занял очень крупную сумму денег. Понятно. Толстушка какая-то дала, блядь, а не пойми кому, блядь, крупную сумму денег. Психолог Юрий Хованский. Сразу разобрался. Всё, нормальный человек и незнакомому человеку даже на такси не даст. Вот так вот. Вот просто бы, блядь. Если бы ко мне подошёл чувак, типа, знаешь, которого я знаю, кто это, но он мне даже не знакомый, а просто вот кто-то, кто я знаю. И такой, можно мне 500 рублей, блядь? И такой, иди пешком, мразь. А если это мальчик маленький, который потерялся? Тем более. Он-то выскочит. Я могу ему сказать, типа, мальчик, я тебе могу дать денег на такси, и ты дойдёшь до дома, и всё произойдёт хорошо. Только так не делай, не отрагивайся. Но тогда твои родители... Ты мне, ты мне. Твои родители ничему не научатся. Поэтому ты сейчас пойдёшь по самой тёмной подворотне. Тебя там изнасилуют. Ты придёшь домой, вот тогда твои родители поймут, что они долбоёбы, блядь. А на твоей совести не будет? Я бы мог спасти тебя от изнасилования за эти, там, 200 рублей. А он скажет, дядя... Да я преподаю тебе нечто важное, чем... Более важное, чем не быть изнасилованным. А он тебе скажет, дядя, вы такой добрый, изнасилуете вы меня и посадите на такси. Мне будет не так обидно. Я такой... Ты не могу отказать. У него просто были такие глаза. Ну ладно. Не пей, мочу. Написал расписку, но отдавать вообще не собирается. И если у тебя есть время, и ты сможешь мне помочь, я... Что, Влад, ты поднабрал? У меня таких случаев на моей памяти, блядь, штук 10 наберётся, блядь. Каких? Ну, когда человек взял деньги и не отдаёт. Если бы по каждому решалу, блядь, ездил её, то, блядь, и... Всё это в пензе было? Не всё, но... Ну, вот такая вот история. То, что у Светы есть расписка, это хорошо. Это уже полдела. Но иметь расписку и получить по ней деньги... Да. У чувака денег, наверное, вообще нет, блядь. Я предполагаю, что... Да, как он вернет-то их? Трэй вещи. Какой-нибудь придётся у него телевизор забирать 4К, блядь, или какого-нибудь чувака. Оф! Иногда приходится тратить время на тяжёлые переговоры, на компромиссы. Иногда приходится откровенно давить на людей, чтобы получить свои деньги. Что там в данной ситуации, я пока не знаю. Света назначила встречу, дала адрес. Едем туда, будем разбираться. Ну, слушай, как бы... Что сделать? Понятно, по такому случаю он не будет ездить по каждому. Это был нахуйня, конечно, меня за деньги денег не вернули. Но так как подруга, в принципе, можно... Ну, тем не менее, я думаю, сейчас будет типовой такой случай. Что делать, блядь, в такой ситуации, если вам торчат бабок и не отдают, блядь? Интересно. Почему он просто сразу такой заходит, ебашенька, батарея... Сразу трясти его, блядь. Он такой, да что я, сука, сделал? Где пять тысяч? Как коллекторы, блядь. Пятёрку занимал, забыл? Пишет ему граффити на двери. Тут живёт должник, ебаный. Он вон дверь открывает, и он в этот момент ему пишет. Он говорит, зачем ты это делаешь? Я же сказал, у меня денег нет. На зарплату отдам должник, ебаный. Во все двери. Должник, тут живёт должник. Вы знали, что ваш сосед должник? Он такой, завтра приду, буду писать, что ты педофил, блядь. На эти деньги, нахуй. Чувак, наверное, сейчас вообще не ждёт Решалова. Так он к бабе едет. А-а-а. Привет, Света. Выходи. Чего-то у тебя вроде адрес другой был. Да это я у тётушки тут. Пока ремонт у меня, заходи. Присаживайся. У тётушки что-то квартира длинная, длинная, блядь. Они что-то шли и шли, и шли, и шли. Что там, блядь, десяти комнат. Тёточка хорошо, видимо. А тётушка выкупила коммуналку, ёпта, всего. Это ж Москва. Там, я думаю, тёточка просто испокон веков, блядь. Жила там, да? В пятом поколении. Коренная тётка. Что у тебя случилось, дорогая моя? Что за история в личной жизни? Опять кому ты деньги доверила? Чего это так вдруг? Слушай, мне так неудобно перед тобой. Даже не знаю, как начать. Ну, рассказывай, как есть чё. Понравился. А, ты только не сердись, хорошо? Понравился парень. Это не мой мужик, не меня кинули, это моя подруга. Лариса, она... Да это пиздёшь, мне кажется, какой-то, типа, моя подруга. Мужчина, я взял у неё 2 миллиона, расписку написал. Охуеть, это же как он там её ебал, и что он творил, чтобы ему 2 миллиона дали. Это, получается, подруга дала своему её, блядь, 2 миллиона. 2 миллиона, блядь, охуеть. 2 миллиона, охуеть, это огромная сумма. Да, 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 а как, как вот так? Да чувак, мне 10 тысяч рублей в долг дать, это... Как ты ходишь, блядь? Это что, дети, что ли, малые? Когда вопрос касается 2 миллионов, по-моему, стесняшку нужно выключать. Ну, к сожалению, так получилось. Я за... Нихуя себе застеснялась отказать. А есть контакты подруге, блядь? Ну дай 2 миллиона. Ну, ну ты ещё... Да-да, ладно тебе. Ну, да, чё... Ну я, блин, ну не... Она такая, ладно. Только не подглядывай. Ты вернёшь? Конечно. Что я верну? 2 миллиона, а-а-а! Само собой. Всё сделать. Ладно, где там твоя Лариса? Ну, сейчас должна подъехать. Пойду я наребу чайочек, пока нам налил. И садим, я подожду. Давай, чайочек. 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 Придумали тут разбираться. Придумали тут разбираться. Кто пришёл? Аришал прям недовольный, что его наебали. Он думал подруге помогать, а эта подруга помогает. Да, да, да. Такая полная хуйня. Он такой, блядь, я бы... В этой хуйне, я бы даже, блядь, не ехал. Я бы, да, остался бы у себя в этом блогове. Я думал, у тебя, тебя развели. Какая подруга, нахуй. Завтра, блядь, тётя может ещё поможем твоей, блядь. У меня люди, блядь, там их, блядь, себе пиздец на тачки, блядь, кидают. А вы, блядь, просто какому-то ёбре-террористу два миллиона перепислили. Два миллиона перепислили. Привет, заходи. Заходи. Вот как ты? Вот она. Расскажи. Подруга, я с тобой. Хорошо. И вот эту тёлку на два миллиона развели. Это чё? А что это тебе не нравится? Так наоборот, тёлка-то сасная, блядь. Я не понимаю, что у тебя... Что у тебя за понятия-то такие? Я думал, эту, типа, полноватую развели, я бы ещё понял. Ты прям, вот, хочешь лишить секса полностью всех полных женщин. Нет, не по... Ну, просто, блядь, это-то её и так ей самой дадут, как это... Ты же слышал историю, как Ивлеева говорила, что... А, первый лимон заработал. Миллион дали просто так? Ты слышал. На бизнес. Она все деньги проебала, и бизнеса никакого не сделала, и с ней никто ничего не спросил. Вот, типа, блядь, нахуй она отдала-то ему два миллиона, блядь. Ну, откуда мы знаем, блядь, чувак? Здесь Влад, Лариса. Здравствуйте, Лариса. Ну, присаживайтесь. Очень приятно. Что у вас за история такая произошла? В чём проблема? Тем более у вас всё есть, а так, наверное, расписка есть. Сиськи есть, пизда есть. Заработайте, ёпта! Пока, нахуй! Пойду я, я... Поехал, поехал я, да. Ситуация. Пять лет в браке с мужем, гражданским мужем. Сначала всё было замечательно, приличный с виду человек, работал, вот, затем он стал менять работу одну за другой. Ну, у нас спустя два года родила. Бля, Решал вообще не тактичный. Прям вот антитактичность, блядь. Да ему некогда, блядь, потому что. Он умеет решать проблемы, но вот ему бы немного психологии такой, просто, чтобы он... Ему, ему, женщина всю душу, и, блядь, 5 лет, гражданский муж. Я думал, блядь, где он, где он живёт, сука? Ты какая, просто, всю чувственную сторону, он был нормальный, и потом, блядь, давайте уже, блядь, по существу, нахуй. Кто, где, куда ехать? Где лежат деньги? Где деньги, блядь, выбивать? Где, пидор, находится? Куда мне? Я тут время, нахуй, теряю, пока вы, блядь. С дочкой. Денег как не было? У нас дочка ещё. Да мне похуй. Да, да, да. И кормила обещаниями, что будут зарабатывать. Обещаниями, да, будут зарабатывать. Бездельник оказался. Бездельник, я вышла сама на работу, плюс... Ну, это, кстати, разве преступление, и чувак просто пиздел, что будет работать, а как можно было бездельником. Так нужно полстрады в тюрьму посадить. Он, наверное, потом думает, такой, блядь, 5 лет мыкался, ёбто, нужно было просто у него спросить, есть у тебя 2 миллиона? И мне бы дали. А я всё, бык, мык. А я, блядь, это, да, это самая, там, работа одна другая. Дай мне денег, ёбаный урод. То есть он сидит... Блядь, мне хватит, блядь. Хватит. Это сколько Клинского-то можно взять? Мне и так помощь нужна. Тебе на всю жизнь хватит. Клинского, блядь. А сейчас он вообще пропал. Да? Он просто пропал, блядь, пропал. Деньги-то как он у вас сделал? Четыре месяца назад? Руками ёбто. Бля, ну чувак, чувак вот нихуя просто 5 лет вчера ёбился, не смог ни одной работы найти и кинул жену. Какая безысходность против меня. Он такой, это моя компенсация за то, что ты с вами тут долбоёбами. За мои лучшие годы, которые я тебе отдал, блядь. Да-да-да. Не, ну просто прикинь, он мог бы, не знаю, там, кого-нибудь другого хотя бы кинуть. Он просил... Жену. Я 5 лет хуёб учёл. Я не знаю, кину жену с дочерью, самая лёгкая. Самая лёгкая. Они-то точно не поймут. Они мне доверяют? Брать какая. Другие знают что-то обращение. Мне никто из сотки не дашит, блядь, а тут точно поведутся, блядь. Помочь тебе и построить нам дом. Мои родители одолжили сумму 2 миллиона. А, родители её. Вы вообще здравомыслящие люди, что вот такому несерьёзному доверяете деньги. Хорошо хоть расписку умудрились взять. Ну точно странная хуйня, у тебя работы нет. Какой дом? А на что тебе... Какой дом? Мы построим дом. И будем жить в доме. Ты в курсе, что в дом нужны дрова. Туда всё надо там? Как будет, блядь, колоться? Ты не работаешь, блядь, нихуя. Чё, тогда же это пора, где-то его купить надо. Я надеялась, что он изменится, что он повзрослеет, но... Понимаю, что... Понятно. Сколько ему лет-то? Так говорят о нём, что он какой-то... Сколько ему? 50, наверное. 15, блядь. Я ещё понимаю. Что в итоге? В итоге я увидела смс-ку в телефоне. Я собрала вещи и уехала с ребёнка. Вы деньги свои спрашивали по расписке назад? Дело в том, что он исчез, не отвечает на телефонные звонки. В суд, я так понимаю, не хотите обращаться? Хотите, чтобы я просто поговорил, наверное, с ним? Да, конечно. Ларис, ну брачно. Пожёще, только разбейте моего, блядь. А он злой после прошлого раза, блядь, это... Да-да. Такой, ух, я отыграюсь, а там хвощ какой-нибудь пиздобол, только эту тёлку и может задирать. И шрещало его прямо это, блядь. Те нездоровые чуваки в автосалоне, блядь. Да. Господи. Больная тема, на самом деле. Но я считаю, это вообще гадский поступок. Ну, гадский, конечно, блядь. Стараюсь помочь вам. Так, расскажите, я стоял. И вас тоже потом фапнула. Всё вроде. Можете немножечко. Да-да. Хочу поправить вот так вот. А я тебя сам. В той квартире, где мы проживали с дочкой. Думаете, он там или вообще перекрылся? Возможно, переехал. Куда он переехал, блядь? Надо просто посмотреть. На два миллиона в Москве купил новую квартиру, блядь. Список чуваков, которые купили за прошедшие два месяца дом, ёпта. Приехать в каждую... Какой он дом? Я уверен, он же половину проебал, блядь, в казино каком-нибудь, нахуй. Какой дом? А чём ты говоришь, чувак? Какой дом, блядь, ёпта? Думаешь, он реально сейчас такой? Ах ты... Ах ты... Кладём нахуй этот фундаймент, блядь. Да может, какой-нибудь готовый деревенский купил. Напоминаю, мы с Антоном собираем на собственную деревню. Да, деревня у нас будет... Чем ближе к Питеру, тем лучше, пацаны. Не рассматриваем Дальний Восток, вот это вот. Я видел в Новго, возле Новгорода была. Вот, возле Новгорода. Великого, который... Да-да-да, два с половиной часа от нас ехать. Там возьмём. Будет на летнее время у нас деревня. Повторяюсь, друзья, деревня... Как у нас будет называться? Простоквашина, как я сказал? Простоквашина классная. Хорошая. Давайте простоквашина назовем. Пожалуйста, не сжигайте простоквашину. Ха-ха-ха, да. Я знаю, что вам кажется весело. Ха-ха-ха. Будет... Все бабки, которые мы потратили на деревню, Они сгорят в наших глазах. Сжечь её, ну пожалуйста. Пусть будет простоквашина, блядь. Хорошая пускай останется. Вообще собак там поселим, диких каких-нибудь злых, как чертей. Мы поставим... Мы да, мы из всех приютов возьмём, и будем говорить, кого усыпляют вот прям завтра, блядь. Кого не взяли хозяева, потому что самая дикая оптина. Они нам нужны. Да-да-да. Мы их и будем там просто, блядь, раз, значит, в неделю им привозят кучу корма, и чувак, который привозит прям в охоту, нигде страшнее в жизни нет, как в простоквашина ездить там, там уже волколаки, блядь. А мы их будем с шерстем чесать, мы будем им хорошо воспитывать, кормить, чтобы они прям нас так любили. Да только нас, блядь. Только нас, только наших друзей. Деревенских жителей, да. А всех пидорасов, блядь, грызли, сразу прям в горло, блядь, будем нахуй тренировать их, блядь. Что прям с грустом раскусывали сахарные косточки. А что вы помните? Малолетних хейтеров. Конечно, поймаем башку, отобьем, оторвем яйца, вот и вся история. Поймаем башку, отобьем, оторвем яйца, да и вся история. Не волнуйтесь. Значит так говорится, вместе со Светой сейчас чаю попьете и отправите мне на телефон. Ну это, видимо, короткое такое дело, по-быстрому. Физдить, яйца оторвать, а ебасос разбить. Ничего сложного, короче. Хочет отыграться, короче, решало на втором, на второй части. Ох, мы ему достанем. Ой, блядь, я ему набью еблок. Что можно найти? Обязательно. И фотографию его, на всякий случай. Чтобы не тому нечаянно ебасос не разбить, лучше бы... Да, мы же вот так наугад ищем, блядь. На полароиде желательно, чтобы можно было вот так поднести. Распечатано уже, да, чтобы это... Уважаемые, пока ни за что. Прости, даже чай мне не поим. Ну вот как раз попьете, обсудите. До свидания. Ты пошла делать чай, никуда я не сделал. Ну да, решало, конечно, солидно снимает вообще со всех сторон. Заниматься этой историей на ночь глядя, это, конечно, все неправильно. Надо позвонить Феликсу, отправить ему паспортные данные по расписке. Хакер. Да ему просто впадло. На самом деле ночью-то логичнее ловить человека. Да, он точно дома будет. И он точно спит, да, блядь, еще можно его, блядь, шугануть. И да, и он... А Решал просто утомился, такой, да уж ладно, утро вечера, блядь. Смотри, а ничего, что значит, утром днем на работу. Блядь, Решал тоже... А у него нет работы, блядь, да... У него уже много денег. Он целый день дома спит. Так что можно в любое время приезжать, Юра. Здорово, Феликс, не спишь? Да нет. ЦП качает. Как дела? По проксикам всяким. Че звонишь-то? Ничего страшного. Да, 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 да. Нагидряю просто. Вот ты его оставляю. Делами занимаюсь, короче. Че хотел, Влад? Я тебе только что отправил файл. Там фотография расписки, в ней паспортные данные. Пробей, пожалуйста, паспорт действительно или нет. А то, может, в утере или в краже. А, понял, срочно. Не, не срочно, давай завтра. Не-е-е. Давай завтра. А то вдруг он сразу пробьет, придется сразу ехать. Да-да, он прям, он же может быстро одной кнопкой просто нажать. А, все, вот, он прямо сейчас даже знает, где он находится. Не, да ладно, не торопись это все. Завтра, завтра уже. Мы уже поздно. Окей, да, без проблем. Все, давай, пока, спасибо. Все, заебался. Домой, наверное. Первый раз вижу такого уставшего Решала. Никогда такого не было. Устал, как узнать кто, блядь. Домой, блядь. Едем. Девчонок. И адрес проживания этого типа Константина. Телефон и фотография. Все, ребят, завтра этим займемся. Все, пацаны. На хуй это все. А прикинь, он приезжает такой на следующий день. А там два трупа этих баб. Он успел? Прям, типа, разметанные. И он такой, блядь. Блядь. И Феликс такой звонит. Решала, это, блядь, серийный убийца. Нахуй это. Ёбаный в рот. Я себе вчера его пробил. Он такой, да чё теперь уже это, блядь. И он такой, блядь. Решала, походу. Подожди. Блядь, это он. Он на меня смотрели, Решала. А у меня откуда-то ключи. Решала, как он меня вычитывал, нахуй. Я решал. Решал только просто в России. Я, блядь, не знаю, Феликс. Но, похоже, тебе придется сейчас хуёво. Феликс пробил паспорт этого умника. И что вы думаете, паспорт оказался действительный? Просто проживает человек в долгом углу? Видимо, Феликс на Петровке 38 на какой-то работает просто. Да и всё. Вот и весь он хакер. Сидит, пробивает от скуки, блядь. Ну, ёпта, просто тебе вот нечего. Глухари сплошные. Дальше ты... А дальше ты что? А кто убил-то? Он думал, алё, Влад, есть там кто так просто? Ну, девчонки Света и Лариса скинули мне адресок квартиры, где его можно найти. Вы знаете, есть такая категория мошенников. Такая святая простота. Работают по своему паспорту. Такие думают, что с ними ничего не может произойти. Таких вот к стенке... Другого у них нет, решала. Да-да-да. Паспорт один у всех решала. Получики работают по своему паспорту. Так а где другой-то мне, ёпта? Интересно. Такой тебе, я бы работал по-другому. Будь тебе другой паспорт, блядь. Пищать. А вы там суд подайте. Мы ж не суд. Никуда подавать не будем. Сейчас приедем в адрес. Начнем беседу с ним вежливую. Каким таким образом у него хватило ума обмануть женщину с ребенком на два ляма? Значит, не просто женщина с ребенком, да? А жена? Это его жена и дочь. Я не киданул левую какую-то, да? Я еще не имею права кидануть свою жену и дочь? Я же свою родную дочь и жену киданул. Я же, блядь, не это, да? Может, решала бы тогда искать мужиков, ушедших за сигаретами не вернувшихся? Это уже сердца за любовь нужно подставлять. Ну да, да, значит. Решал вообще, по-моему, все на него сваливается. А вот адрес. А подъезд. А некоторым сразу не помещает помощь антиколлекторов еще, блядь. Третий, вот этот. Решал вот паркуется просто как хочет, блядь. Я обращаю внимание, блядь. А там вроде был поворот направо-то. Да нет, вот просто похуй, как. А прикинь, ты... Скоро едет. Ты приходишь, ехать-то из тачки не выехать, такой, чё ты, блядь? Решала снимает. И ты такой, блядь. Сидишь, а тебе звонят уже, а ты где? Сработаем, мы сейчас на 500 рублей штрафу. Там решала, блядь. Стоит, все перекрыл, дохуй. Кто это, блядь, такой? Может, когда он отойдет? Я не могу, он ушел, прям, это, разбираться. Я не могу с ним, он ебет меня. Значит, ты остался... Он злой, как черт. Сегодня ему кто-то зарядил в прошлом сюжете. И теперь он не знает, на ком отыграться, блядь. Закладку искали. Бля, в натуре. Блядь. Чувак увидел, что первый школьник, когда шел, блядь, сейчас снимали. А, маленький дурочок. А второй, ебать. Слушай, давай, короче, жильцов не пугать. Ну, это ты что-то закладку искали. Зачем школьнику газеты еще, блядь? Да-да-да. Че это ты там? А в кор... Ты че читал, что ли, газеты? Газеты читаешь. Течи, блядь. Да-да-да. Или ты... Или ты... Почтальон, ёпта. Ты кто такой, я, пацан? Давай наверх, Леша. Как у тебя газеты? Если нет, получится что-нибудь там увидеть, будет хорошо. Я тоже телефончик я сниму. Еще притвориться соседом. А он и телефон снимает. Здравствуйте. Угу. Здравствуйте, что вы хотели? Знаете, я друг Ларисы и Костя. И вот хотел спросить, вот как бы их найти. Да я не знаю где, они свинтили давненько уже. Давненько? И не заплатили ничего. Ну, то, что Лариса съехала, я знаю. А вот Костя вот здесь вот живет. Костя жил 2 месяца еще. Но тоже свинтил и ничего не заплатил. А вы хозяюшка, да? Да. Вот у человека 2 миллиона, он все равно... Мне платить не по счетам ничего. Удивительно, да, казалось бы, что... Ну, он-то точно заплатил столько денег. Нет. Он стал богатым не потому, что всем, блять, платил за все. Да, да, потому что он никому не платил. Всех обманывал. Разнакомство меня Влад зовут. Тут такая история, короче, у Ларисы вопросы остались к Косте. Вот. И я представляю ее интересы, а найти их у Костя не могу. Кстати, Лариса тоже не заплатила, получается, блять. Где же Костя? Важный элемент, блять. Какой-то телефончик у нее сохранился у вас. По-хорошему решали, нужно помочь вот этой бабке, которую, блять, наебали, блять. Которую оставили без денег. Да, да, да. На охоту сдавала, а просто съебались и... Не, ну вопрос сейчас не в этом, конечно. Да, мы аж другой хуйней разбираемся. На ваши 20 тысяч. Два миллиона, ёпты, потратили. Воу, бабка! Забудь, ёпты, про свои деньги. Два лимона у кого-то угнали. У тебя еще все хорошо, ёпты. Она такая, нет, ну как? Она такая, ну-оу. Меня вообще-то наебали, не сказала бы, что хорошо. У меня телефона нет. Если бы был, я бы с него стрясла уже долги, давно и без посредников. Ну, извините, извините. Ничего, до свидания. Женщина решала, по-моему. Такая вот вещь. Да, да, я бы, блядь. Тебя просто заблокировали, нахуй. В черный список бы добавили и все. И она больше не дозвонилась. Она такая, я сейчас его буду, блядь. Чё, даем его по телефону? Типа ваш номер заблокирован, блядь. Это как? Сколько симка еще зарегаешь, блядь? Не могу дозвониться. Да, странная история. С квартиры съехал. Всем должен. Да вообще не странная, по-моему, решала. Абсолютная... Самая такая типичная. Такая обыкновенная. Должник съебался. История не выделяется никак из калейдоскопа других историй о людях, которые... А люди, которые должны много денег. И наебывают, блядь, она. Убежал. Куда не знаю. О, офис решала. Гараж. Пожарная часть какая-то, блядь. Как я уже говорил, иметь расписку на руках и получить по расписке денег, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Я пытался составить некий психологический портрет этого должника. Он в соцсетях смотрит его, прям, типа, это такой, как бы подобраться. В ОВК смотрит. А там, знаешь, какие-нибудь типа... Геометки? Не-не-не-не, какая-нибудь хуйня, типа, треки Элджея, и решала переодеваться, типа, фанаты Элджея, такой, мы идем на концерт, будем его там выслеживать. А может быть, да, туда пошел. Еще разок с Ларисой. И знаете, какое у меня сложилось впечатление? Костик этот на лыжах кидает всех, кого не лень. Собирает деньги для того, чтобы свалить. Я забил его телефон в интернет, в поисковик. И нашел его на форумах, где люди ищут деньги под большие проценты. Правда, там он представляется, как Альберт. Я списался с ним, представился у Валеры. Ааа, вот Гондон заглотил наживку, блядь. Блядь, вот мразота. Вытащить его на белый свет можно только одним способом. Предложить ему бабла. Хороший, блядь, план, хороший. Гондон бы не пришел никуда, если только его не заманить вот этой вот. Я что-то не понял, подожди, форум, где люди просят деньги или дают? Ну, типа, где люди берут как на доверительное управление. Спичку, помнишь? Я понял, понял. Вот, типа, форум где сидит. Так он выступает как заемщик? Он выступает как человек, который говорит, дай мне денег, я тебе верну больше, блядь. Ааа, вот оно что, я просто. Я не знаю, по-твоему, он раздает людям деньги. Я думал, да, теперь у меня есть 2 миллиона, может его. Ебануть он, он берет деньги и не отдает. Я подумал, что он даст кому-то 2 миллиона вот большие бабки. Как чуваку из этого. Ебать, таких форумов. Из области тьмы. Вот таких форумов нет. Есть форумы только, где сидят долбоебы и берут бабки. А форумы, где люди сидят такие. Вот тебе деньги. Пацаны, хочу отдать 5 миллионов. Предложение есть. Я, я даю миллиард процентов сверху. Завтра же. Больше никто не даст. Я тебе говорю. Миллиард завтра, переслай прямо сейчас. Предложение ограничено. По времени, блядь. А, я поэтому тебе и первым написал. Ну, это тот, кто меньше всех наебет, тот и, блядь, наебет в итоге. Кто скажет там, типа, правдоподобное что-то. По 5 миллионов тысяч. Верну, блядь. Он такой честный человек. Не похоже на обмойке. Алло. Здравствуйте, это Альберт. Да, да, да. Валера. Из-за косаря. Деньги ищешь. Какой пиздец. Много тебе нужно? 500 тысяч. Так, ну, Алик, правила знаешь. Видишь, это ему нужны инвесторы. Понятное дело. Писать расписку, привезешь паспорт. Паспорт я возьму в залог. Ага, ага. Короче. Деньги. Примерно получается 2,5% в день. Тебя устраивает? Ну да, да, да устраивает. Могу через 2 дня тебе подвезти. А пораньше никак. Мне просто, вот, поврочнее. Я, если надо, в любое время, в любое место без проблем подъеду. Чувак. Слушай, а чё ему... Решалаш такой, ну и тупой, блядь. Ты тупой дурак. Он для правдоподобности, чтобы, знаешь, типа, не вызывать подозрение такое, через 2 дня смог бы собрать деньги, но чтобы как будто реальный какой-то сбор процесс. Чувак такой, а мне бы прямо сядут. Он ему... Ты прям берешь деньги по 1000 годовых. Ты уверен? Да, да, да. Ты дурак? Как ты так? Просто сидит человек. Дайте мне деньги. Я сам приеду куда угодно. Сука. Даже не надо это. Просто сам прикажешь. Приезжай в старую пожарную часть. Где-то на окраине Москвы. Там тебе будут ждать деньги. Так. Я тебе сейчас смс-кой отправлю в формуляр расписки. Ты подготовишь эту расписку. Подпишешь ее. Оставишь пустые графы для меня. Все. Сделаешь в двух экземплярах. Привезешь паспорт. Встречаемся сегодня в 15.00. Речной вокзал. Знаешь метро? Вот там парк. Заходишь с северного входа. И дорожка такая. Будет прям упираться в мостик. Вот на этой дорожке мы с тобой встретимся. Все. Хорошо. С этого мостика я тебя... Мы тебя спустим. Я тебя подлоблять в речь. Повесим тебя на этом мостике. Нормально. Чувачок пишется по 2,5% в день. Это о чем говорит. Он деньги возвращать совершенно не собирается. При этом дозвонился я до него с первого раза. Лариса. Значит он Ларису, окружение Ларисы... Перебанил. Ларису. Просто кинул в черный список. Блять. Ну да. Ну я не знаю. Это конечно простовато. Действительно простовато. Ну так и... А что они? Ну вот пойдет она купит еще симку за 250 рублей. А он ее опять забанит. Он ее опять забанит. Блять. А она купит еще. Сколько? У нее денег нет. Она ему 2 миллиона отдала. Насте. Насте им много не хватит. Блять. Это просто вопрос терпения. Если ты кидала, то у тебя терпение есть. Ты должен как бы сразу готовить еще люди, которых ты кинул на бабки. Будет тебе звонить. Будет звонить. Надо сразу сбрасывать и добавлять черный. А можно вообще просто... Не дай бог не говорить, а то настроение попортит. Да. Ни в коем случае не берите трубку. Ни в коем случае. Они будут ругаться. У меня денег нет. У меня у отца операция как-то. Ужас. Рожало. Да. Вы потом спать не сможете. Да. Сразу мы сбрасываем. Первым делом. А лучше купите просто симку другую. В чем проблема? Так у него эти номера на форумах. Типа. Они же типа проверенные. Там он будет выглядеть ненадежным, если он будет менять номера. Блять. Ёпта. Типа. Это что за такой инвестор, который блять. Я понял. Регать с подновыми. Короче, надо встречаться с этим пареньком. Ластать его, пока он не свалил к частям собачьим. О, встать новое слово. Так что собирайтесь, ребята, поедем прямо сейчас. Наверное. Или типа поласкать, только наоборот. Костик этот нервный обзвонился. Может на паузу нажать посмотреть, кому Решал звонит. Все телефоны. Э, Костик? Э, Феликс. Алло, Феликс. Откуда у тебя мой телефон? Да Решал в камеру показал. А там голод школьника, знаешь, такой без этой обработки. Да, да. Откуда мой телефон? Че мы его взяли? И там мама такая. Пятятый звонит. Я ему не везет. Разговариваешь с этим мужиком. Такой это мой друг. Я помогаю. Мы ловим всяких ублюдков. Бежал бы с этого. Готовщик к игре. Параш. Параш. Параш сплошный. Ну ничего. Ща мы его подлечим. Ща мы его подлечим, блять. Щас, щас, блять. Опять на парковку приехали. Хотлайн Майами какой-то. У него ты сейчас решал, а маску свиньи оденешь. На всякий случай возьму бас, если все-таки место общественное. Мало ли устроить там скандал, а нас повяжут. А чушки так, чтоб в глаза не бросаться. Хе-хе-хе. По-моему он больше бросается в глаза. Да, да, да. Это какая-то... Это кто-то в пасмурную погоду идет по парку в темных очках, что ли, блять. Джонни Кенч нахуй, или кто это? И что, и так действительно не бросаешься в глаза, просто чувак, чувак. В барсетке и в темных очках. В 2019 году. Так. Ну что, да, я даже его не замечаю. Привет. Ты Алик? Тебе деньги нужны? Да, нужны. Ну и что, зачем тебе деньги нужны? Ну какая разница вообще? Ты что, маленькие что ли? Оператор стоял? Ты просишь деньги нешуточные. Вот это. По-моему он просит чувак. С чем он с бензопилой стоит? Ты что, маленькие что ли? Ты просишь деньги нешуточные? Я же должен знать, на что тебе деньги, как собираешься. Отдавать или ты думаешь что? Я деньги просто так налево-направо, что всем отдаю? Я-то я не думаю, я вот расписку написал. Расписка мусор твой. Ты скроешься и что дальше? В смысле скроешься? Лучше я у тебя паспорт заберу, блядь. Такой, и вообще лучше я, блядь. Ложись-ка нахуй, руки за голову ее. Милиция, ебать. Я просто такой, вы что, пацаны? Это прикол? Это прикол? Да. Сейчас тебе пацаны, подожди, блядь. Там ваше имя только вписать осталось. Так ты не Алик никакой, а Константин Игоревич. Ты что скрываешь имя-то? Представляешься Аликом, а на самом деле Костик. Ну а что рекламировать-то, афишировать? Согласен, есть такая тема. Но на самом деле раскрою я тебя. Приехал ты. Ты сумел деньги взять? Знаешь, будешь оплатить. Понял? Два миллиона. От Ларисы? От Ларисы, от Ларисы. Человек сразу догадался. Человек говорит, Лариса. Такой, никто больше мне столько денег не дал, блядь. Там всякие алкаши за тысячу не будут такого чувака звать. Кого же я наебал на два миллиона? Только женой и дочь, блядь. Честно вам говорю. Что это значит, не было денег? Это ее идея такая написать расписку, короче. Так, вот интересно, ну-ка расскажи мне. Ну я же говорю, я, короче, работал менеджером. Почему разошлись, короче. Зарабатывал мамой. Потом вообще меня не уволили. Ну получилось, короче, там, сидели на шее у родителей. Потом она все, короче, раскандалила, стала уходить. Ну и что, ты взял, написал расписку? Ты что, парень, фантазер, что ли? Как так? Что это звучит? Вообще неубедительно как-то. Полная хуйня. Не, подожди. Я у кого-то взял денег, а потом у меня решал. Так, где деньги? Я говорю, так это человек сам написал. Просто прикол такой. Да, да, пошутили. Я написал, я говорю, я должен тебе много денег. Да, если я взял, столько-то, столько-то, обязуюсь отдать. Это как бы она придумала. А решал такой, ты ха, в смысле, а деньги-то? Ты полная хуйня, бля. А денег нет. А сейчас он пришел просто так деньги брать, да? Ну что, ну отпусти, совпало. Ну она потому что условия такое поставила. Какое? Либо я расписку, короче, пишу, либо она с дочкой с нашей сообщает видеться. Даже так? Костя, а с чего я тебе должен поверить так на слово? Откуда я знаю? Может, ты фантазер придумал какую-то историю дебильную? Деньги взял, а сам сейчас прикрываешься дочерью. Да я и говорю, я долго не отказываюсь. А почему в эти займы полез? Потому что, я думаю, у меня время ее хотя бы есть на эти деньги. Она меня кошмарить начнет. Чшшш. Хуйня какая. Чшшш. Чшшш. Чшшшш. Что-то он хуйню какую-то, я не знаю Слушай, а вдруг? А вдруг? Ну это же вообще Какая-то фантастика, блять, просто Надо тогда бабу на горячем брать, типа Блять, по-личным, нахуй Какой-то Хохланд, нахуй Что за типы? Я не знаю, вот-вот Сейчас Сообщение от неё Вот Ну как что будем делать? Поймаем, пошло, отопьем Оторвём яйца, вот эта вся история Интересная история, да Этот может, этот может Это он что-то, блять? Она записала Решалу И отправила ему как угрозу Нехорошо так делать Нет, это плохо, блять Это было просто так сказано, Решал-то не все Решал так, как раз Решал понимать, что за угроза-то, блять, статья Ёпта, идёт, нахуй, яйца оторвём Она не сказала, что это он такой Этот, наверное, может Интересное кино какое-то, блять Нехорошо, блять Что она ещё записала? Может она её снимала, как я, блять, су в толщину? Да, да, может она эту тоже видела Звони сейчас своей супруге, бывшей И договаривайся об встрече Надо выводить на чистую воду либо его, либо её А сделай так, чтобы она тебе поверила, скажи, что ты деньги нашёл На громкую связь поставь, чтобы я слышал Во-во, а то, блять И никаких там кодовых словечек, а то, блять Да, блять, а то мы знаем Слушай Алло, Ларис, привет, это Костя Ты куда пропал? Тебе телефон постоянно выключен Ты куда не пропал? Я не могу никогда звониться к тебе Ты ушёл от ответственности, так не бывает Так не будет, как ты хочешь Ларис, послушай меня Мне нужны деньги Я по поводу денег тебе и звоню Деньги есть у меня Давай Нашёл деньги Давай встретимся с тобой Слушай Через, через, через час в нашем месте Хорошо Через, через, через час Почему так, Костя? Пошли со мной Если всё так, как ты говоришь Передай Прикинь, не решала Ей, блять Просто, блять С таким зв... Она просто отлетит Нахуй, как халп Ну её можно понять, она Чувак с ней, от неё ушёл Она пытается позаботиться о ребёнке Но вымогательство это, конечно, не будет Да, ну, нет Это вообще не выход Алименты есть вообще Так он нигде не работает Пять лет Какие? Алименты... Так ему надо работать Алименты от 0 рублей Блять, Антон Сколько? Так, садись Там есть какая-то минималка? Конечно, давай Извини тогда Алименты, а... А прикинь, типа, когда ты разводишься И такой, я эту суку так ненавижу Нарочно Буду работать нахуёво Так, чтобы мало алиментов платить Да-да-да Прям, блять Я вообще-то топ-менеджер Инженер, блять Но я специально Устроюсь Я пойду, я буду сраным уборщиком работать Без нахуй всяких Сверхурочных Ещё буду норму не выполнять Чтобы, блять Этой суке просто тысяча рублей Приходилось Чтобы они сгнили, блять Да, вот мразь какая, представляешь? Я тебе не представился Представлюсь Залп меня в лад Снимаю программу на канале Чувак, аж Как тебя зовут? Вот так сидит, типа, боится, что его щас пизданота призыв Программа о мошенниках Конечно, не мошенник Серьёзно? Так я ж не мошенник Удивительно Ещё, кстати Никто не догадался сказать Это какой-нибудь Это прямо как реально Как у часака А вдруг сработает? А я не мошенник А я и не мошенник Я не мошенничал Да, я ничего такого не А я ничего не сделал Зачем я в этой программе? Я ж не мошенник А что, вы приехали сюда? А зачем? А где мошенники? Где же они? Где же Где-то в этом машине мошенники? voy嘛 Не не вижу Вы мошенник? Видите, просто deu поебал Мразь Зул меня, блэ, взял изврчивать? Я решал, блэ, тебе же сказано Тут 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 По-моему, они сковоротки продавали здесь В одной из серий Это equipo А? Не Короче так Сковоротки, они около теста продавали Записал на видео встречу Лариса. Я хочу для себя понять, кто из вас врет, а кто нет. Вот здесь камера. У чувака шоке дрожит, пиздец перепуган. Так, чтобы видно было вас обоих. Я просто не делал такого. Когда-то бывает первый раз. Держи, выполняй, не вздумай дёрнуть. Тебе дороже. Не вздумай дёрнуть, блядь. Решал, а может и ствол есть, я буду рад. Да, и ещё. Я в нужный момент присоединюсь. Кстати, от него никто пока не пробовал убежать. Ну, кстати, да. Он всё-таки при всём, при всём, но такой, физическая форма-то как бы... Ну, у него авторитет больше, как бы. Да-да-да, а вдруг ему... Он такой, ну-ка, стой, стой! А прям бежать со всех ног, я тут, блядь. Да нет, он шмалёт, мне кажется. Бумерангом, нахуй, тебя в... Да, он прям облетит тебе прям в лоб. Да он на машине, мне кажется, он... А, да, блядь, я не подумал, нахуй. Посмотрим за ним на видео. Идиот, блядь, барсика несёт. Он как видеокамеру снимает. Блядь, чувак, это барсетка. Ты нихуя не шпион, блядь. Кретина. Прям. Реально, худший шпион, блядь, на планете. Видно всё, как я... И всё... Все супер, беспалево. На другой стороне стоит. Барсетка, блядь. Свинья во рту, у неё камера. Посмотри. Как бы, Юр, мы сейчас поставим. Вот так. Угу. Вроде видно всё. И такой, где же деньги, которые ты... Ты у меня вымогала. Вымогала. Ах, вот они, решала, выходи. Картинка чёткая. Эээ, 48 лет. Хотя нет, короче. 4К нахуй. Это экшел-камера, видимо. Сонька какая-нибудь, просто вставленная в барсик. Лариса, зачем ты так сомневаешься? Нет, стоп. Ты позвонил, сказал, что у тебя деньги с собой. Назначил её встречу. Я приехала. Нет, Ларис, я просто позвонил тебе, чтобы... Мне не нужны твои завтраки. Мне нужны деньги. Я понимаю, я тебе ещё раз говорю, что деньги будут. Я сейчас устраиваюсь на работу, я на неё устроюсь. И буду давать деньги. Просто всей суммы. Как всегда такие люди говорят. Я прям сейчас устраиваюсь. Да-да-да, вот это всё в будущее времени. Да, я устраиваюсь. И когда я поработаю, конечно, первые месяцы будет тяжело. Тяжеловато будет, маловато. Деньги не будет. Ещё найти работу, это ещё несколько месяцев. Но потом... Испытательность самого полгода. Когда вот уже, да, полгода. И вот я первый вот уже, как бы, ну я закрою долги. Всё. И вот уже буквально вот с девятого месяца на работе. Я начну выплачивать тебе по... 10 тысяч в год. 7-10. Вот так вот, когда как. После отпуска через месяц. Ты же сама знаешь, что никаких реальных денег по этой расписке нет. Потому что всё-таки отпуск. В отпусках-то ж надо всё-таки. Об этом знаешь только ты и я. А судя мне поверили. Не, ну ты слышала. Всё, 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 решала, подключается. Ну как так-то? Дальше уже нечего. Ведь заметь, что она сделала. Не сама подошла, а через подругу всю эту схему замутила. И моими руками решила по расписке взять деньги. А по расписке денег не было. Никогда не было. И ведь так-то она благими намерениями прикрывается. Ладно, пойдём пообщаемся с собой. А на что она рассчитывала-то? Она думала, что чувак не скажет, что, блядь, она меня шантажирует? Ну он же терпил, он же согласен был отдать. А они просто натравились, чтобы, типа, блядь, он поторопился, блядь, там, кредит взял или это. Они-то думали решала, как и российское правосудие всегда встаёт на сторону женщин. Но решала не таково. Решала, ни хуя, блядь. Он встаёт на сторону правды, блядь. Клименистки, ёбаная. Сейчас я с ноги поёбачу, блядь, чтобы пол челюсти, блядь, вправо, полвлево. Вот и кончилось, блядь. Жадность сгубила фраера. Что вы с ней ожидали? А я сразу говорил, что такую тёлку никто не кинет. Я помнишь, вначале говорил, что вот как она выглядит, сразу понятно было. Пусть вот она кинет, а такой нет. Ох, Юрка, нам, нам бы твоё чутьё вот это. Беспредельщик, вы моими руками пытаетесь там чувака развести на деньги. Вы меня подставили, моим именем пользуетесь. Вы подругу, Лариса, подставили. Расписку бегом сюда. Всё, на... Он сейчас ест её. Так ешь. Я тебя фактически спасаю от уголовки. Это уголовное, между прочим, деяние. А я бы не спасал, да? Садись, нахуй. А ты чё затих? Ну тоже жизнь ломать, человек. Так и будешь сидеть? Ну да, тем более, только из-за дочки, блядь. Только из-за дочки и не буду тебе... Да и вообще, чувак сам нахуй на эту расписку написал. Он долбоёб что ли, блядь. Уж мне кажется, вот, когда ты ушёл из семьи, типа, тебе не похуй. Ну да. Нет, ну дочку-то... Ты уже, ты уже как бы всё сделал. Ты бросил жену и дочь. Тебе как бы дальше... Ты не будешь видеться с дочкой. Во-первых, по закону она не может право... Не имеет права лишить тебя, блядь, правил. Да нет, ну всё равно. А во-вторых, да чувак ебать. Кто она такая, чтобы, блядь, тебя шантажировать нахуй? Взял ты её, блядь, сказал? Нет. А он вот пошёл, говорит, я ещё ищу работу, беру. Два вправ, конечно. Два миллиона. Просто мразь какая-то развела, блядь. Это не моё, то не моё. Найди себе работу. Будешь обеспечивать и жену свою бывшую, и ребёнка. Тоже, кстати, верно, блядь. Мне было помогать. Может, если бы чувак работал, то, блядь, ничего бы не... Ну да, да, он такой... Ты сколько, пять лет работу искал, блядь? Бездельник ёбаный, да, да. Пиздец. Я вот как-то не захожу, какая-то чаверма. Требуется кассир, блядь, Макдональдс. Требуется постоянно, блядь. Иди тро... Пять лет ни разу! Ты где ходишь вообще? Ну, может быть, он амбициозный был какой-нибудь. Ты какую работу вообще... Ну, амбиции-то за пять лет могли-то как бы... Вот прикинь... Он, кстати, в рот выросли. Он думает, я сейчас компенсирую всё это. Я искал просто топ-менеджером, а теперь я буду, блядь, прямо в Газпром. Верховным масоном, наверное. Где такая работа есть? Этим гильдмастером, гильдии магом, блядь. Да-да-да, чтобы он мне там сколдовал бы деньги, блядь. Тан, есть такая заклинация. Тан Вайтрана, блядь, её поймать. Да, и Сибисэн. Или антилопу гну поймать, который мне будет... Деньги, блядь, копытом бить. Вот чё я хочу в жизни. Не, ну просто пять месяцев не найти, окей, пять лет это... Ты бросился в омут с головой деньги занимать. Лучше б ты с таким стремлением работу искал нормальную. Дороги стру... Сказал Влачжов, который ездит на машине, пиздит людей на камеры. А чё, а чё мне работа, блядь? Он работал решалой всё-таки в девятнадцатый. Вот так вот. Это работа, это... Ты кем? У него, ты не знал, у него в трудовой так и написано. Да, конечно. Решалой. Какая у него будет пенсия, блядь. Придёт такой, я работал 25 лет. Решал. Как нарешал, так такая пенсия и будет. Она такая, 7-800. Вы чё? Вы охуенно. Твари, твари, блядь. Я просто пэх, нахуй это. Суки, кассирши, блядь, ёбаные. Потом, где ваш старший, блядь? Где же он? Зло тебе даю, неделя. Передо мной лично отвечаешь. За пять лет не устроился. За пять лет никуда не устроился. Ну она правду говорит, но он же никуда не устроился. Ну, а чё? Амбициозный. Да кем, кем вот он, блядь, вот, ну пять лет искать работу? Блядь, пиздец. Я вот каждый раз, ты помнишь, что в универе, что вот... Мне каждый раз, когда нужна была работа, я её находил. Вот она буквально... Да, это правда, за пару дней. Она, она буквально, вот она. Вот протяните руку. Полно. Сидите в ебаном колл-центре, продавайте сучий интернет. Блядь, я так делал, в этом ничего нет. Несколько месяцев, предел, полгода почти, блядь, ёпта. Вот, вот это называется работа, блядь. Вот она есть. Её не надо искать пять лет, блядь. А вы хотите работу, типа, сто тысяч в месяц, работать четыре дня в неделю? Ну да, я не напрягаюсь. И чтобы клёвый каворкинг и вам тёлки сосали? Да такой работы нет. Её нет нигде. Её, её можно... Можно в Соединённых Штатах. Пять лет искать, можно десять. Это как Эльдорада. А вдруг найдёшь? Чувак, вот он, вот в чём смысл, понимаешь? Я такой, я пять лет, может быть, на шестой. Типа, я не зря, я её пять лет понравил, но на счёт. Чувак, на десятый год приходил, и реально, типа, чувак, шлюхи за суд сто тысяч платят. Я такой думаю. Я сел и просто заплакал, такой, думает, блядь, хорошо, что я... Я не устроился в Евросоюзе, как-то. Ох, как повезло-то. Всё, да вот выдержал, выдержал. Тяжело было? Тяжело было, десять лет, какая жена ушла, а ребёнок ушёл. Но теперь я прям как сыр в масле. Убирайте, что, в твоих проблемах семейных сами. Я вам не семейный психолог. А тебе срок недели. Всё. Ну, не делай, блядь, два раза больше на работу устроил. Конечно, блядь. Если честно, просто нет слов. Надо селить и позвонить. Как-то своё мнение обозначить. Может, Света в доле была? А, она не признается. Птикатку ей. И музыка такая. Алло, здравствуй, как там, Лариса? Да я как раз хотел тебе по поводу Ларисы твои пару слов ласковых сказать. На самом деле не было там никаких денег. Это Лариса шантажировала своего мужа, что не будет давать встречаться с ребёнком. И заставила его, короче, эту расписку написать. При этом денег, конечно же, никто не брал. Ой, да, Света, я вот соки, я не ожидала. Сорьки? Сорьки, блядь. А я думал, он сказал, сорьки. А мне, по-моему, сорьки, типа, я не ожидала. Такой, ну просто, Влад, прикинь. Сорьки. Я тебя попросил помочь какой-нибудь подруге. Ты такой, и просто на меня зарезать пыталась, блядь. Да, раз. Я подвёз, думал перевезти вещи, а она меня ножом порвала. Сколько раз. Хорошо, нет, я еле ушёл. Я дверью из тачки ногами ударил в дверь. Я по еблу прилетел, я закрыл сразу в больницу. Ой, сорьки, Антон. Не знал, что она такая ёбнутая. Да, что-то я как-то не получил, я не знал. Такая хуйня, и чё, реально пырнуло? Да, да, куртку, блядь, это самое, чуть не достало. Куртка рванная, сам нормально. Алё, Юрка. Ладно, ладно, Антон, давай. Ладно, Антон, давай. Нормально ж всё, обошлось. Всё хорошо же получилось. Ещё живы. Сорьки, брат, не знал, что тебя подставят. Главное, все живы, я говорю. Когда белый в конце бригады ловит этого Макса, Макс такой. Сорьки, Сань, не знал. Сорьки, а я, блядь, не знал. Убил, Беля. Не знал, что убить всех твоих друзей, типа, это... Для тебя так это будет... Такая подставка. Близко к сердцу так примешь, да? Сильно, Сань, ты чё? Всё, давай. Другие друзья дадёшь, ептеный. Пока заед как-то качай. Сдались тебе эти какой-то... Классно. Индеец длинный, блядь. Кто они такие вообще? Другие. Кого-нибудь другого, блядь. Жизнь-то, блядь, она и дальше продолжается. На месте-то не стоит. Хочешь, мы с тобой будем дружить. Да, да, вот такой, да. На самом деле история поучительная. Частенько вы оказываетесь в той ситуации, когда у вас есть расписка, а сами вы денег получить по ней не можете. Ну, не получается у вас. И вы решили привлечь третьи лица. Ребята, с этого момента могут начаться у вас серьёзные проблемы. Представьте, что Лариса обратилась не ко мне, а, например, на улицу. Крепким ребятам с вопросом «помогите взять деньги». Ребята перестарались и этого несчастного паренька отправили в больницу. Ребята всегда перестарались. Да, да, да. Ребята, они всегда вот чуть-чуть перегибают. Да, они кости твои, позвоночник, блядь. Что он потом... Чёты, чё, да, да. Вот остановиться... Переигрывают. Переигрывают, переигрывают. Это сделали хуже. Этому парню? Нет. Хуже всего будет ребёнку, потому что ребёнок останется без отца. Выключайте детство. Ужас. Унимайте его из... Садитесь и договаривайтесь. Вот как-то так. Таким мудрые слова, говорит. Садитесь и решайте свои проблемы сами. И меня, блядь, нельзя... По всякой хуине... Хуине преступлений-то и не было. Просто тёлка, блядь, хотела денег, блядь, от чувака, который не хочет работать, блядь. Ох, решали обиду. Вот мне бы было обиду, ему на месте решало. Не было никого правонарушения. Есть безработная еблана, жена, которая от неё ушла. Хочет денег. Ещё у неё денег и нет, они ребёнка заделали. А не будьте такими безответственными. Да, да, друзья. Не будьте такими скотами, суками, сволочами. И подпишитесь на наши каналы, друзья. Будьте добры. Юрий возвращается. Возвращение легенды только что происходит прямо сейчас на ваши глаза. Бэн-бэн-бэн-бэн-бэн. Батя в здании. Бэн-бэн-бэн-бэн-бэн. Потрясающий клип. И Антон Власов. Бэн-бэн-бэн-бэн-бэн-бэн. До новых встреч. Я старичок. Всего вам доброго, друзья.